16 июля 1338 года. Молодой английский король Эдуард III Плантагенет готовился отплыть со своей армии из портового города Уолтон. Причина для военных сборов была, по мнению Эдуарда, исключительно благородной. Несколько лет назад его династические притязания на корону Франции были грубо попраны, и французский престол отошел некому Филиппу Валуа, имевшему на него гораздо меньше прав. Казалось бы, ничего особенного, обычный династический спор, ставший для феодальной Европы почти что нормой жизни. Однако в этот раз династическая политика была лишь ширмой, за ней скрывались более фундаментальные англо-французские противоречия, которые в конечном итоге привели к череде изматывающих военных конфликтов. Ставшие классикой европейской военной истории сегодня они известны под единым наименованием «Столетняя война». В годы Столетней войны происходило стремительное развитие военного дела. Как результат, военные профессионалы могли быть уверены, что смогут заработать своим ремеслом значительные гонорары. Мы же с вами живем в цифровую эпоху. И то же самое можно сказать про программистов. К примеру, в России зарплаты IT-специалистов значительно превышают средние значения по стране, а за самих айтишников ведется на рынке труда настоящая охота. Ведь по данным headhunter.ru, в отечественной IT-сфере не хватает полутора миллионов специалистов. Если вы хотите стать IT-специалистом, но не знаете, с чего начать, то мы рекомендуем профессию тестировщика. Она считается оптимальной для входа в IT, ведь для старта достаточно иметь базовые знания компьютерной грамотности. Тестировщик проверяет выпускаемые программы и приложения, составляет отчеты и передает ошибки на исправление программистам. Например, выдержит ли сайт, если за покупками придет сразу тысяча пользователей? Корректно ли работает фильтр и сортировка товаров? Средняя зарплата таких специалистов заставляет 120 тысяч рублей и растет с развитием навыков. Получить профессию тестировщика можно на курсе тестировщик с автоматизации на Python от онлайн-школы SkillFactory. В SkillFactory гибридный формат обучения, статьи, видео, домашние задания и проекты, онлайн-вебинары. Курс на 80% состоит из практики, студенты сразу отрабатывают необходимые навыки программирования и могут начать работать ручным тестировщиком уже через 4 месяца после начала обучения. При этом работать можно на удаленке, фрилансе или в офисе. Подготовкой в SkillFactory руководят практикующие менторы из ведущих IT-компаний, а по окончании курса Центр карьеры SkillFactory поможет составлением резюме, прохождением собеседования и трудоустройством. Качество обучения в SkillFactory подтверждают отличные отзывы на независимых площадках. Сейчас время перемен и возможностей, шанс сменить профессию и стать востребованным IT-специалистом. Тем более, что по промокоду Маховик вы получите скидку 45% на обучение в SkillFactory. Переходите по ссылке в описании. Отправной точкой для причудливого переплетения исторических судеб Англии и Франции стали события середины XI века. В 1066 году северо-французский феодал Вильгельм Нормандский высадился с армии на южно-английском побережье, разгромил англосаксонского короля Гарольда Годвинсона в битве при Гастингсе и стал королем Англии, сохранив под своей властью герцогство Нормандия в Северной Франции. В итоге сложилась парадоксальная ситуация. В качестве герцога Нормандии Вильгельм признавал сюзеренитет короля Франции, но как король Англии имел с ним равный феодальный статус. Иными словами, английский король был полновластным владыкой на острове и французским вассалом на континенте. В XII веке английские континентальные владения стали яблоком раздора между Англией и Францией. Во времена правления Генриха II Плантагенета их территориальный охват достиг своего пика, в десятки раз превысив размеры личных владений французского короля. Из-за того, что Генрих происходил из семьи Анжу, историки впоследствии назовут его державу Анжуйской империей. И все же юридический казус продолжал существовать. На территории Франции Генрих оставался вассалом Людовика VII и должен был приносить ему клятву верности. В последовавшие десятилетия короли Франции сделали все возможное, чтобы разрушить Анжуйскую империю. Наибольших успехов в этом добился преемник Людовика Филипп II, получивший от современников почетный титул «Август». Пользуясь поочередно дипломатическими и военными методами, Филипп смог за два десятилетия отобрать у плантагенетов большинство их владений на континенте, за исключением юго-западной оконечности королевства — английской Гасконне. Гасконь — богатый край виноделия, ремесла и торговли — обладала для английской короны исключительной важностью. К концу XIII века плантагенеты получали из нее до 50 тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода — сумму, близкую к общим среднегодовым поступлениям в казну со всей Англии. Особую ценность представляли пошлины на вино. Гасконские вина дважды облагались пошлинами в пользу королевской казны при вывозе вин из Бордо и при ввозе их в Англию, что давало около 12 тысяч фунтов стерлингов ежегодно. Впрочем, выгоды от монопольного доступа на английский рынок покрывали для гасконцев любые издержки. Под властью плантагенетов Гасконь процветала, и ее население плотно связало свою историческую судьбу с английским королевством. Когда же в конце XIII — начале XIV веков французы попытались силой отобрать герцогство, то наткнулись на упорное сопротивление местных феодалов и городских коммун, готовых с оружием в руках отстаивать свои тесные экономические связи с Англией. Напряженная ситуация в Гасконье не оставляла сомнений, что рано или поздно французский юго-запад станет причиной и местом масштабного военного конфликта между Англией и Францией, а потому противоборствующие монархи активно занялись поиском союзников. На Пиренейском полуострове французы смогли обеспечить лояльность Наварре, а в 1288 году заключили антианглийский военный союз с крупнейшим игроком в регионе – королевством Кастилия. Возникновение этого союза автоматически сближало Англию с еще одним соперником Франции и Кастилии – королевством Арагон, которое в конце XIII века стремительно превращалось в мощную средиземноморскую державу. И хотя союзный договор между двумя странами в итоге не был оформлен на бумаге, теоретически Арагон можно было считать союзником английской короны. Помимо Пиренейского полуострова противоборствующие монархи развернули активный поиск союзников и в других направлениях. Гораздо более ценного партнера, чем Кастилия, французы нашли на севере. В конце XIII – начале XIV веков Шотландское королевство отчаянно сражалось с англичанами за свою независимость, что привело к оформлению Франко-Шотландского военного союза в 1295 году. Французская корона теперь могла рассчитывать, что в случае большого военного конфликта Шотландия обязательно нападет на Англию с севера и плантагенетам придется сражаться сразу на два фронта. Англичане, в свою очередь, попытались привлечь на свою сторону графа Фландрии. Помимо естественного стремления найти противовес Франко-Шотландскому союзу, усиление интереса к Фландрии имело причины стратегического характера. Английская шерсть и английские корабли стали ключевым условием развития сукноделия, ведущей отрасли фламандского ремесла. Городские коммуны Ипра, Гента и Брюги, неразрывно связанные с английскими купцами, занимали жесткую антифранцузскую позицию, а потому Фландрия стала для англичан удобным плацдармом для вторжения во Францию. И, наконец, нельзя забывать о двух ключевых фигурах средневековой европейской политики – папе Римском и императоре Священной Римской империи. В 1309 году началось так называемое «авиньонское пленение пап». Резиденция Святого Престола переместилась из Рима в Авиньон, где французские власти могли легко контролировать избрание нового понтифика. В связи с этим профранцузская ориентация папы не подлежала сомнению. Германские императоры, наоборот, придерживались в основном проанглийской линии. Таким образом, давние противоречия между английской и французской коронами в начале 14 века не были разрешены. Более того, столкновения интересов Англии и Франции в Гасконе и Фландрии сделались глубже, чем прежде, обретя прочную экономическую основу. На международной арене англо-французское противостояние привело к образованию крупных военно-политических группировок вокруг стран-соперниц. Западная Европа стояла на пороге масштабного военного конфликта, и для его начала не хватало лишь искры. Непосредственным поводом к началу войны стал династический кризис во Франции. Все три сына Филиппа IV, Людовик X, Филипп V и Карл IV, по очереди побывавшие на престоле, не оставили после себя наследников. После смерти Карла IV, последнего представителя династии Капитингов, регентом королевства стал его двоюродный брат Филипп Валуа. В мае 1328 года Филипп созвал ассамблею французской знати для решения вопроса о престолонаследии. Его притязания на корону основывались на том, что он был внуком одного французского короля и двоюродным братом трех других французских монархов. Однако дело осложнилось тем, что права на престол предъявила родная сестра Карла IV, Изабелла, жена английского короля Эдуарда II. По всем правилам наследования Изабелла имела больше оснований претендовать на престол, однако ее кандидатура встретила резкий отпор, ведь еще ни разу во Франции не правила женщина. Отказ династическим притязаниям Изабеллы французские аристократы обосновали правилами солического закона, согласно которому наследственное земельное держание не могло передаваться по женской линии. Представители Изабеллы заявили на ассамблее, что если существует правомерное основание, запрещающее взойти на французский трон женщине, то эта причина не может иметь отношение к ее сыну Эдуарду, ближайшему родственнику Филиппа IV мужского пола. Однако его кандидатура даже не рассматривалась. Менее всего французские аристократы желали, чтобы престол достался представителю английской правящей династии. Королем был провозглашен Филипп Валуа, вошедший в историю, как Филипп VI. Отвергнутый Эдуард, однако, и не думал отказываться от своих династических претензий. Коронованный в 15-летнем возрасте, он начал по-настоящему править Англией через три года. В 1330 году, отстранив от власти свою мать королеву Изабеллу и ее фаворита лорда Мортимера. В 30-х годах 14 века Эдуард интенсивно готовился к военному конфликту за французскую корону, нанес ряд поражений шотландцам и заключил официальный союз с германским императором. Филипп VI готовился к войне менее энергично. Успокоительным образом влияли на французский двор два обстоятельства – гарантированная поддержка папы и прочно укоренившееся представление о непобедимости французской рыцарской конницы. Пользуясь тем, что Эдуард увяз в шотландской войне, французский король в мае 1337 года объявил о конфискации Гасконе. Во Франции явно недооценивали готовность Англии к крупному конфликту, полагая, вероятно, что дело может и на этот раз закончиться очередной локальной войной на Юго-Западе. Однако назрело время решающего столкновения по всем спорным проблемам. Представив себя жертвой происков со стороны Филиппа Валуа, Эдуард выдвинул притязание на французский трон и объявил войну Франции. Чтобы подкрепить свои претензии, Эдуард приказал включить эмблему дома капитингов королевские лилии в свой королевский герб. В Париже геральдические махинации Эдуарда были расценены как прямое оскорбление французской короны. Это означало, что войска двух королевств должны были неизбежно встретиться в непримиримом военном противостоянии на полях сражений. За те 300 лет, пока формировался клубок англо-французских противоречий, военная организация в обоих королевствах претерпела серьезные изменения. Старый способ комплектования армии – сбор феодального ополчения, когда сюзерен призывал войско своих непосредственных вассалов, остался в прошлом, и на смену ему пришла более четкая контрактная система. Письменный контракт заключался от имени короля с капитаном отряда, нанимавшегося на службу в армию. В нем оговаривались все детали – срок, место и условия службы, состав и численность набираемого отряда, дата и место сбора, размер жалования, питание, размер премии в конце службы, компенсация за потерянных лошадей, оплата за перевозку снаряжения и условия, относящиеся к преимуществам войны, к примеру, кто кого может брать в плен и кто кого должен из плена выкупать. Жалование всего отряда выплачивалось его капитану, который уже потом распределял деньги между своими подчиненными. Наличие контрактной системы стало главным сходством английской и французской армии накануне Столетней войны. Однако были и значимые отличия. Во французском войске ключевым элементом оставалась тяжелая рыцарская конница. Закованные в броню всадники поистине царили на полях сражений, а их сокрушительный натиск не раз приводил французов к победе. Единственным черным пятном на почти безупречной репутации французского рыцарства стала битва при Куртре 1302 года, когда фламандские ополченцы, к изумлению всей Европы, смогли выстоять против натиска тяжело вооруженных всадников за счет твердой дисциплины. Впрочем, во Франции это поражение не воспринимали всерьез, считая лишь досадным недоразумением. Упор на рыцарскую составляющую войска привел к тому, что французские пехотные части обладали низкой подготовкой. Понимая это, французы предпочитали нанимать пехоту из-за рубежа. К примеру, охотно на французскую службу поступали наемные арбалетчики из Генуи и других итальянских городов-государств. В отличие от французов, в английской армии роль тяжело вооруженных всадников, наоборот, постепенно уменьшалась. Причинами стали банальная нехватка земель для знати, а также сложности ведения войны в горах Шотландии и Уэльса. На фоне упадка тяжелой конницы заметно возросла роль другого вида войск — стрелков, вооруженных знаменитым длинным луком. Это мощное и в то же время дешевое оружие англичане переняли у валийцев, и оно быстро распространилось по всей стране. Согласно Ордонансу 1252 года, приобрести длинный лук и еженедельно практиковаться в стрельбе из него должны были все подданные английского короля, кто имел в собственности земельный участок стоимостью хотя бы в 2 фунта стерлингов. Таким образом, в Англии сформировался обширный резерв умелых лучников, готовых в любую минуту выступить на войну. Впрочем, краеугольным камнем английской военной тактики длинный лук станет лишь непосредственно накануне Столетней войны. Именно тогда англичане научатся в полную мощь раскрывать главные достоинства нового оружия — его высокую скорострельность до 5-6 выстрелов в минуту и возможность вести массовую стрельбу по области. Для этого пешие лучники располагались по флангам войска, а промежуток между ними занимали пехотинцы-копейщики и спешенные рыцари. Когда же противник начинал приближаться к английским позициям, на его фланге обрушивался сконцентрированный град стрел, из-за которого боковые подразделения сдвигались ближе к центру, сужая фронт. Именно так и произошло в сражении англичан с шотландцами при Халлидон-Хилл в 1333 году. Обладавшие численным преимуществом шотландцы отправились в атаку и вскоре попали под ливень стрел, из-за чего обратились в бегство, едва достигнув английских позиций. Новая тактика оказалась настолько эффективной, что соотношение потерь выглядело пугающе. Шотландцы при Халлидон-Хилл потеряли не менее тысячи человек, англичане — 14. Впрочем, битвы с шотландцами были всего лишь разминкой. Вскоре английским лучникам придется столкнуться с прославленным французским рыцарством. Несмотря на официальное объявление войны, боевые действия в 1337 году не выходили за рамки разведывательных операций и прибрежных рейдов. Английская корона в те годы испытывала хронический недостаток средств, из-за чего завершить подготовку к войне у Эдуарда получилось лишь в августе следующего 1338 года. Вторгаться с армией во Францию уже было поздно, а поэтому по прибытии в Антверпен король использовал освободившееся время для дипломатических шагов. В Нидерландах он заручился поддержкой местных феодальных правителей, после чего проследовал в Кобленц, где в сентябре император Священной Римской империи Людовик Баварский провозгласил Эдуарда сюзереном всех императорских фьефов западнее Рейна. Даже неуклюжий отказ Эдуарда поцеловать ногу щедрого императора не испортил праздничной церемонии. Следующий год ознаменовался первым внушительным вторжением английской армии в Северную Францию. Продвигаясь по Пикардии, английский король, как отметил хронист Уолсингем, предал огню тысячу деревень и произвел большие опустошения. Однако дальше этого дела не пошло. Известие о приближении французской армии заставило Эдуарда остановиться. Обе армии замерли по приказу государей, которые стали обмениваться обличительными письмами и угрозами вызова на поединок. Филипп VI был осторожен. Победа в сражении не принесла бы ему серьезных выгод, в то время как риски были велики. В свою очередь для Эдуарда война на истощение была губительна. Его нидерландские союзники уходили к себе домой, а долги росли с угрожающей скоростью. В итоге финансовое положение короля ухудшилось настолько, что в Брюгге Эдуарду пришлось заложить собственную корону, оставить в заложниках нескольких знатных аристократов и королеву Филиппу, а также пообещать, что если он возвратится на континент без денег, то сам станет заложником у банкиров. Объявившись в Лондоне в феврале 1340 года, Эдуард задействовал все свое красноречие, чтобы убедить парламентариев в необходимости нового экстраординарного налога. Колоссальные военные расходы короля уже начинали вызывать массовое недовольство в Англии, а потому Эдуарду нужно было в кратчайшие сроки навязать французам сражение. Возможность вскоре представилась. В июне 1340 года, когда Эдуард вместе с казной и подкреплениями был готов выйти в море, до него дошли сведения, что французский флот направляется к Слёйсу, чтобы перерезать пути снабжения для английской армии на континенте. Несмотря на возражения своих советников и адмиралов, Эдуард решительно двинул свой флот на перерез французскому. 24 июня 1340 года англичане подошли к Фламандскому побережью и увидели вдали корабли противника, выстроенные в три защитные линии и скрепленные друг с другом железными цепями. Эдуард тоже расположил свои корабли в три линии. Причем каждый корабль с абордажными командами на борту сопровождали по бокам два корабля с лучниками. Дождавшись прилива и попутного ветра, Эдуард перешел в решительное наступление. В разгоревшейся баталии англичане абордажем захватывали корабль за кораблем, в то время как лучники вели залповую стрельбу, посылая во французов градстрел и буквально сметая их с палуб. При виде такого избиения во второй и третьей французских линиях началась паника. Финальным аккордом стал неожиданный удар фламандских сторонников Эдуарда в тыл французской флотилии. Оказавшись в тисках, только 17 из 200 французских кораблей смогли покинуть место баталии. Достигнутый при Слейсе военный успех требовал развития, однако кампания 1340 года на суше оказалась неудачной. Английские войска вместе с союзниками медленно продвигались по Фландрии, а предпринятое ими осада города Турне затянулось. Осложнилась и международная обстановка. На севере вновь активизировались шотландцы, а папа Римский смог при помощи политических интриг разрушить союз Эдуарда с Людовиком Баварским. Все это в сочетании с продолжавшимися финансовыми затруднениями заставило английского короля согласиться на пятилетнее перемирие. Фактическим продолжением войны в условиях официального перемирия стали в этот период столкновения в Британии. В апреле 1330, 1441 года скончался бездетный герцог Британии Жан III, который, находясь на смертном одре, намеренно отказывался назвать своего наследника, тем самым дав толчок к началу династического кризиса. Оказывая помощь двум претендентам на герцогский титул, брату усопшего феодала и мужу его племянница Филипп VI и Эдуард III боролись за важнейший стратегический плацдарм в поставленной на паузу англо-французской войне. В 1341-1343 годах в Британии шли активные боевые действия, завершившиеся успехом Англии. В 1345 году Эдуард, обезопасивший границу Шотландии, возобновил военные действия. На юго-западе Франции английская армия с боями прошла до Ангулема, осадила город и завладела им. Одновременно англичане одержали еще одну победу над французским войском в Британии. Контрудар французской армии был нанесен лишь весной следующего 1346 года. Но уже в июле, прежде чем французы смогли закрепить наметившийся успех на юго-западе, большая английская армия во главе с самим Эдуардом высадилась на севере Франции. Широта театра военных действий и их интенсивность свидетельствовали о более решительных намерениях английского короля. Последующие события подтвердили это. Английская армия быстро продвигалась по Нормандии, опустошая и разрушая все вокруг. Первое серьезное сопротивление она встретила в Кане, который был взят, разграблен и предан огню, в результате чего Эдуард, по словам хрониста, получил большое богатство. Грабежи местного населения были вдвойне выгодны Эдуарду. Они не только улучшали его финансовое положение, но и наносили репутационный ущерб Филиппу Валуа, выставляя его неспособным защитить подданных от насилия. Двигаясь по левому берегу Сены, обходя стороной укрепленные города и опустошая незащищенные поселения, войско Эдуарда 12 августа достигло пригородов Парижа. Французский хронист Жан-де-Венетт, очевидец событий, писал, что с крепостных башен французской столицы были тогда видны бесконечные дымы пожаров. Филипп тем временем прибывал с армии к северу от Парижа, где выслушивал всевозможные советы по поводу того, что следует предпринять в сложившейся ситуации. Король действительно находился в затруднительном положении. Надежда на то, что у Эдуарда кончатся деньги, явно не оправдалась, а боевые действия в Британии и Гасконе не сулили быстрого успеха. Тем временем Эдуард, проведя демонстрацию силы у стен Парижа, с боем переправился через Сену и повел войска через Пикардию в направлении Фландрии. Пикардия тоже была подвергнута опустошению. Продвижение английской армии сопровождалось пожарами, убийствами, разграблением деревень и городов. Только в конце августа, когда Эдуард придал огню множество селений на правом берегу Сены, Филипп решился атаковать английскую армию. После многолетней маневренной войны две армии, наконец, встретились в Северной Франции, недалеко от деревни Криси-Ан-Пантьё. Подыскивая подходящее место для битвы, Эдуард остановил свой выбор на долине, простиравшейся на северо-восток от Криси-Ан-Пантьё. Долину пересекал широкий и длинный холм, который представлял собой естественную оборонительную позицию. Одним боком он спускался к старой римской дороге, другим – к лесу. Неровные склоны сильно усложняли любую атаку, направленную на англичан, а деревни, расположенные по обе стороны от холма, препятствовали фланговым охватам. Кроме того, король еще сильнее укрепил свою позицию, повелев вырыть множество ям по всему фронту, а на левой оконечности холма расположить телеги из обоза. До сих пор ведутся споры о том, какова была численность армии Эдуарда в сражении при Криси. Считается, что при высадке в Нормандии армия Эдуарда достигала 15-16 тысяч человек, хотя это число со временем уменьшилось на 15-20% из-за небоевых потерь. Из дошедших до Криси 12 тысяч англичан 4,5 тысячи, по всей видимости, приходилось на рыцарей и тяжело вооруженных пехотинцев, 4 тысячи на легкие вспомогательные части, а оставшиеся три с лишним тысячи на стрелков из лука. Стоит, однако, помнить, что такие оценки носят условный характер. Известно, что армия Эдуарда состояла из трех крупных соединений, называемых баталиями. Передняя линия англичан формировалась из двух полностью спешенных баталий, одной из которых командовал граф Аранделл, а другой — сын и наследник короля Эдуард Вудсток, получивший прозвище «Черный принц». Английские лучники были сконцентрированы на флангах и в промежутке между баталиями, а их позиции были намеренно выдвинуты вперед, чтобы расширить угол обстрела. На крайней левой оконечности своего построения Эдуард поместил несколько примитивных огнестрельных орудий. В полевом сражении их боевая ценность была почти нулевой, однако грохот выстрелов мог вызвать у врага замешательство. Сам король во главе третьей резервной баталии расположился возле ветряной мельницы позади основных порядков. Утром 26 августа 1346 года английская армия была выстроена и готова к сражению. О численности подходившего французского войска, как и о численности армии Эдуарда, можно судить лишь приблизительно. Все источники, как английские, так и французские, сходятся лишь в одном. Французы в сражении при Кресси намного превосходили числом своего неприятеля. Дошедшие до нас сведения позволяют определить численность французских сил примерно в 30 тысяч человек, но эта оценка еще более условна, чем в случае с англичанами. Точно неизвестен и состав французских сил. Единственное, о чем можно говорить с уверенностью, это присутствие в армии Филиппа наемного контингента генуэзских арбалетчиков. Многочисленная французская армия, которую сопровождал большой обоз, растянулась в походном марше на десятки километров, а потому 26 августа к Кресси подошли лишь самые организованные подразделения, отряды тяжелой рыцарской конницы и наемные генуэзцы. К тому моменту, когда король Франции объявился на поле боя, день уже начал клониться к закату. Многие командиры советовали Филиппу отложить бой на следующий день, чтобы дать армии отдохнуть после долгого перехода, тем более, что англичане никуда уходить не собирались. Филипп согласился и отдал приказ авангарду остановиться. Авангард выполнил повеление, но следовавшие позади него французы встретили приказ с недовольством. Долгожданное возмездие англичанам снова откладывалось. Жажда битвы вскоре распространилась и на ставку Филиппа, где горячие головы стали убеждать короля в необходимости покончить с интервентами здесь и сейчас. В итоге войско охватил такой прилив рыцарской доблести, что отложить сражение уже не представлялось возможным. Французские силы выстроились в три баталии, расположенные одна за другой. В первую вошли генуэзские арбалетчики, а также всадники под командованием союзников Филиппа и Оанна Богемского. Во второй баталии выстроилась элита французской кавалерии, в том числе многие из виднейших дворян королевства. Командовал ими граф Алансонский, пылкий младший брат короля. Третья баталия, которой король руководил лично, включала остальные кавалерийские контингенты. Приблизительно в шесть часов вечера силы Филиппа начали свое наступление, и под грохот барабанов и звуки труп арбалетчики-генуэзцы стали приближаться к позиции англичан. В этот момент над полем поднялся короткий, но интенсивный дождь, из-за которого, как сообщает хронист Жан-де-Венетт, намокла тетива у многих арбалетов. Пройдя долину и оказавшись на расстоянии 250 метров от неприятеля, арбалетчики попытались произвести несколько залпов. Большого успеха они не добились. Намокшая тетива сильно снижала дальнобойность арбалетов, да и прицельно стрелять в высоту было трудно. В свою очередь англичане во время грозы предусмотрительно сняли тетиву с луков и теперь готовы были ответить сполна. За последующие 30 секунд на арбалетчиков с высоты упал чудовищный град из 7 тысяч стрел. Английским лучникам не нужно было выбирать конкретную цель. Кучность стрельбы гарантировала, что хотя бы часть стрел достигнет цели. Арбалетчики понесли значительные потери, а отсутствие пехотных щитов, повес, которые были в обозе, фактически сделало их беззащитными перед смертоносным ливнем стрел. В довершении Эдуард приказал привести в действие огнестрельные орудия, расположенные на левом фланге. Хватило всего двух оглушительных залпов, чтобы окончательно рассеять ряды генуэзских наемников. Итальянцы начали откатываться, однако путем преграждали наступавшие латники из второй французской баталии. Их предводитель граф Аланцунский, увидев, насколько плохо проявили себя арбалетчики, закричал «Убивайте пехоту! Они нам мешают и без нужды загораживают дорогу!». Его всадники безжалостно проехали через генуэстов, поражая презренных беглецов направо и налево. Столкнувшиеся в долине две французские баталии стали для англичан идеальной мишенью. Лучники без перерыва стреляли по навесной траектории, насквозь пронзая и пробивая тела людей и лошадей, руки и ноги латников, нанося им тяжкие увечья и раны. Наконец, отдельные отряды рыцарской конницы начали выходить из создавшегося столпотворения и с характерной французской импульсивностью устремлялись в атаку на английских пехотинцев. С трудом взбираясь на холм под непрерывным шквалом стрел, тяжелые всадники поочередно вступали в жесткую схватку со стройными рядами противника. Но, несмотря на всю свою решительность, французам никак не удавалось закрепиться на возвышенности. Лошади отказывались прорываться сквозь живую стену, в то время как английские лучники продолжали засыпать атакующих ливнем стрел. Потери французов стремительно росли, однако с подходом все новых отрядов их натиск продолжал усиливаться. В общем счете, за время сражения французы совершили 15 атак на английские позиции, каждая из которых отличалась жестокостью и решительностью. Особое давление испытывала правая английская баталия, где командование фактически находилось в руках наставника черного принца Томаса де Башана, графа Уорика. Здесь развернулась настолько ожесточенная схватка, что граф в один момент стал беспокоиться за жизнь своего подопечного. Томас запросил подкрепление у самого Эдуарда Третьего. Однако король посчитал, что еще не настал момент пускать в ход свой драгоценный резерв. Французский хронист Жан Фруассар воспроизвел диалог между английским королем и рыцарем, прибывшим от графа Уорика. «Дорогой сир, я послан теми, кто оберегает принца, вашего сына. Они вас извещают, что имеют опасения, как бы военная мощь французов не одолела их, ибо слишком она велика». «А мой сын?» – спросил король. «В каком он состоянии?» «Во имя Бога, сир!» – ответил рыцарь. «Он еще силен, здрав и бодр духом». Тогда сказал король. «Итак, ступайте, ступайте обратно к тем, кто вас послал, и скажите от меня, что для юноши настал час заслужить себе шпоры». С этим ответом рыцарь вернулся назад. Одним из символов сражения и безрассудной рыцарской доблести стала атака короля богемии Иоанна Слепого. Узнав о хаосе в союзных рядах, лишенный зрения монарх обратился к своим рыцарям. «Милые сеньоры, я горячо вас прошу, заклиная вашим вассальным долгом, проведите меня в битву столь далеко, чтобы я смог нанести хоть один удар мечом». Телохранители короля связали вместе по воде своих лошадей чтобы нельзя было разъехаться, и так двинулись в атаку. Когда они заехали на холм и вклинились во вражеские порядки, на долину уже начинала спускаться темнота. Солдаты из баталии Черного принца храбро встретили немецких и богемских рыцарей Иоанна. В сумерках различить геральдические знаки было уже невозможно, а потому англичане беспощадно расправились с богемским королем и его свитой, не понимая, насколько высокородный вельможа вступил с ними в бой. К моменту, когда поражение французов становилось все более очевидным, вперед двинулась английская кавалерия резерва, которую король наконец отправил в атаку. Приближающиеся конники спровоцировали масштабное отступление французов, а сам Филипп VI в окружении своих приближенных попал в стычку, в результате которой был ранен стрелой в лицо. С окончательным наступлением ночи звуки ожесточенной битвы начали постепенно утихать, и англичане, истощенные многочасовым противостоянием, остались ночевать на холме, еще не осознавая всю степень своей победы. На следующее утро писари тщательно подсчитывали найденные на поле битвы тела. Английские потери были небольшими. Согласно хронике Фруассара, среди англичан погибли три рыцаря и 20 лучников, хотя современные исследователи не склонны доверять этим цифрам. Потери же французов были катастрофическими. Тяжело вооруженных всадников пало 1542 человека. Цвет французского рыцарства. Среди погибших были найдены и принцы крови. В их числе племянник Филиппа, граф Блуа и граф Фландрии, Людовик Наверский. Они были торжественно похоронены вместе с погибшими англичанами. Остальных же бросили в огромные могильные ямы, вырытые крестьянами. После успеха Укреси английское войско продолжило свое шествие по северу Франции. Разорив окрестности Кале, Эдуард оказался на подступах к крепости, которая должна была стать плацдармом для дальнейших наступлений английской короны. Несмотря на решительное сопротивление местного населения и попытки Филиппа снять осаду, город все же пал и на долгие 200 лет превратился в базу для английских рейдов во Францию. События, развернувшиеся на побережье Ла-Манша, оставили отпечаток не только на ходе войны, но и внутриполитической обстановке. Первые успехи военной кампании позволили рассеять сгущавшиеся над Эдуардом тучи всеобщего недовольства, которые были вызваны тяжким налоговым гнетом. На континенте же Филипп VI утратил остаток поддержки среди подданных. В 1346 году удача была на стороне Англии, но все еще могло измениться. После победы Эдуарда III при Кресси инициатива в Столетней войне целиком перешла к Англии. Однако гораздо важнее стратегического значения битвы было ее психологическое воздействие. Известия о победе мгновенно разлетелись по Европе, вызвав откровенную сенсацию. Европейцев поразил тот факт, что король Франции, величайшая христианская держава, был разбит англичанами — народом, с которым еще недавно никто не считался. Авторитет французского королевского дома как внутри страны, так и за рубежом серьезно пошатнулся, а победоносный Эдуард, почивавший на лаврах одержанного триумфа, начал осаду Кале. Ближайшие события покажут, смогут ли англичане закрепить свой громкий военный успех. После поражения при Кресси французы засыпали посланиями шотландского короля Давида II, умоляя его сделать хоть что-то, дабы отвлечь англичан. Верный союзу с Францией Давид вторгся в Северную Англию и стал разорять окрестности Дарима и Карлайла. Старший военный советник короля Уильям Дуглас советовал монарху проявить осторожность, однако тот заявил, что противостоять ему некому, кроме жалких монахов, распутных священников, свинопасов и сапожников. Как оказалось, король сильно недооценил англичан, и вскоре поплатился за это сокрушительным поражением в битве при Невилскроссе. В ходе битвы Давид II попал в плен и был помещен в Тауэр, что на долгое время вывело Шотландию из войны. Одновременно Эдуард III завершил осаду Кале, длившуюся без малого год. Стратегическое значение этого города было трудно недооценить. Он не только открывал Северную Францию для английских грабительских рейдов, но и позволял английским купцам обходиться без посредничества фламандцев. Очень скоро, однако, о войне пришлось забыть, ведь в Европу пришла эпидемия чумы, занесенная генуэзскими торговыми кораблями. Из Марселя черная смерть быстро распространилась по Западной Европе. Как Англия, так и Франция понесли колоссальные демографические потери. Считается, что чума погубила от трети до половины населения. Селение обезлюдели, уменьшился сбор налогов, а обнищавшие рыцари становились разбойниками. Уровень смертности был особенно высок среди священников. Так, в епархиях Йорка и Линкольна умерло 44% от общего числа клириков, а в Эксетере и Винчестере – более 50%. Восстановить прежнюю численность населения в западноевропейских странах получится только к XVI веку. Эпидемия ограничила широкомасштабные военные операции, однако война все еще тлела. В конце 1349 года французы попытались подкупить в Кале генуэзского командира наемников. Командир взял деньги, но сразу же послал донесения к королю Эдуарду. Тот примчался во Францию вместе с небольшим отрядом и устроил налетчикам ловушку как раз в тот момент, когда те подбирались к воротам. Тем не менее, беспрепятственной торговле и транспортировке войск через Ла-Манш препятствовала другая проблема – союзный Франции Кастильский флот, действовавший на море. Однако Эдуард справился и с этим. Летом 1350 года он подкараулил Кастильцев у побережья Англии и в тяжелом морском сражении при Винчелсе уполовинил их флотилию. Знаменательно, что во всех военных операциях Эдуарда той поры, что подкале, что подвинчился, короля Англии неизменно сопровождал его сын и наследник Эдуард – принц Уэльский. Прозвище Эдуарда «Черный принц» появляется в источниках лишь через 165 лет после его смерти. Каким образом оно возникло, нам остается лишь гадать. Два ключевых предположения – черный цвет доспехов Эдуарда и его черная репутация среди французов. Однако источниками эти версии не подтверждаются. Черный принц, наоборот, предпочитал доспехи, обтянутые красным бархатом. Единственной зацепкой стал турнирный щит Эдуарда с тремя страусиными перьями на черном фоне. Однако в сражениях принц Уэльский наверняка использовал другой щит – со своим фамильным гербом. С 13 лет Эдуард сопровождал своего отца в его военных походах, храбро сражался при Креси и там же был посвящен отцом в рыцаре. В будущем его станут называть самым благородным из живших тогда знатных дворян. Однако за восхищенными отзывами современников скрывались менее лицеприятные качества Эдуарда – расточительность, неумение вести финансовые дела в своих владениях и готовность отдавать целые города на разграбление солдатам. Во Франции же внутриполитическая обстановка нисколько не улучшалась. В 1350 году скончался Филипп VI. Свое королевство, истощенное войной и эпидемией чумы, он оставил своему сыну Иоанну. Новый король пообещал вести войну с Англией до победного конца и для этого пошел на непопулярные шаги. Начал взимать высокие налоги и провел частичную девальвацию валюты, уменьшив содержание серебра в монетах. Последовавшая инфляция, а также продолжавшиеся военные поражения в Аквитании и Британии настроили против Иоанна широкие народные массы, духовенство и даже часть высшей аристократии. Все эти социальные слои в итоге сплотились вокруг фигуры Карла Злова, короля Навары и потомка Капитингов по женской линии. Формально Карл обладал куда более весомыми претензиями на французский престол, чем даже Эдуард III, но на данный момент короля Навары интересовала лишь шампань, отобранная Филиппом VI у его матери. Прибыв в Париж, Карл начал искусно плести политические интриги. В 1354 году он организовал убийство фаворита короля Карла де Лассерда, после чего вступил в переговоры с Эдуардом III, обещая военную помощь в войне с Иоанном. В Англии тем временем шли последние приготовления к новому витку боевых действий. На этот раз Эдуард планировал три одновременных удара по французским землям. Одна армия под его руководством должна была атаковать Искале, другая, под началом его родственника Генри Ланкастера, высадится в Нормандии, а третья, во главе с принцем Уэльским, должна была вести отвлекающие операции на Южном театре военных действий. Однако, если высшие феодалы еще помнили первоначальную цель войны, династические притязания Эдуарда, то вот мотивы простых солдат были куда более приземленными. К 50-м годам 14 века англичане отработали тактику разрушительных рейдов по вражеской территории, получивших название «Шиваше». Первоначально это слово означало всего лишь «поездку верхом», однако со временем превратилось в настоящий военный термин, подразумевавший «конный набег» на земли противника или непокорного вассала. Ключевой целью такого набега становился подрыв экономики врага, но в годы Столетней войны «Шиваше» также приобрело ярко выраженный политический оттенок. Разорение территорий должно было продемонстрировать местным жителям, что их нынешний сюзерен не может их защитить и пора задуматься над тем, чтобы сменить покровителя. Обычно в «Шиваше» выступали небольшие отряды от нескольких десятков до тысячи человек. Независимо от их снаряжения и феодального статуса, все участники «Шиваше» передвигались на конях, чтобы обеспечить достаточную мобильность подразделения, а обоз был сведен к минимуму. Дойдя до очередной деревни или города, отряд сперва давил сопротивление местных жителей, обычно без особого труда. Далее начинался тотальный погром. Все ценное собирали и грузили на телеги и лошадей. Скот угоняли или вырезали. Амбары, сараи, хлева, жилые дома – все сжигалось. Солдаты ломали деревянные мосты, сжигали или выводили из строя ветряные и водяные мельницы, сливали вино из бочек. Впрочем, настоящим призом для грабительского отряда становились французские города. Именно там солдаты получали львиную долю добычи. Начиная с 1346 года, в Англию на кораблях доставлялись награбленные драгоценности, одежда и деньги. По словам хрониста Уолсингема, в Англии теперь не было женщины, не имевшей одежды, украшений или посуды и скале и других французских городов. Намеченное на 1355 год тройное шиваше во Франции у Эдуарда не получилось. Высадившись в Кале, он вскоре вынужден был вернуться в Англию из-за активности шотландцев на северной границе. Войско Генри Нанкастера вообще не вышло из гавани, помешала плохая погода. Единственным, кто был готов развернуть боевые действия в том году, оказался принц Уэльский. В сентябре он высадился в Бордо с войском, состоявшим примерно из тысячи конников, 1700 лучников и нескольких сотен валийских копьеносцев. Отец также отправил ему в помощь опытных военачальников – графов Уорика, Сафалка и Солсбери, принимавших участие в шотландских войнах, битве при Криси и осаде Кале. К принцу также присоединились местные гасконские контингенты под командованием Жана де Граи, капталя де Бюша. На последовавшем военном совете англо-гасконские командиры решили провести шиваше по землям Жана де Арманьяка, который сам несколько раз вторгался в Гасконь с грабительскими набегами. В середине октября армия Черного принца вступила в Арманьяк. Перед англичанами и гасконцами раскинулся процветающий край – равнина, спускавшаяся от подножья Пиренейских гор к реке Гарона. Первые столкновения начались в районе Аруя, который был взят и разграблен. Та же судьба постигла и другие города, располагавшиеся по пути англичан. Когда к Плизансу подошел отряд капталя де Бюша, гражданское население уже бежало из города, а оставшихся в замке знатных дворян гасконский командир взял в плен. Впрочем, населенные пункты с крупными гарнизонами, такие как город Миранда, Черный принц, наоборот, обходил стороной. Всего за полторы недели англо-гасконцы разорили богатое графство, и теперь Жану де Арманьяку нужно было решить, как противостоять грабителям. Насколько мы можем судить, Жан избрал нечто среднее между пассивной обороной крупных городов и тактикой выжженной земли. Свои силы он сосредоточил в Тулузе, а мосты через Гарону разрушил. Однако остановить продвижение Эдуарда у графа не получилось. Англо-гасконцы все же нашли брод и переправились через реку, продолжив свой рейд в восточном направлении. Земли Лангедока были подвергнуты такому же опустошению, что и Арманьяк. Движение английской армии сопровождалось дымом пожаров днем и их красным заревом ночью. 3 ноября Черный принц подошел к Каркасону, чья огромная крепость была одним из самых грозных достижений средневекового военного строительства. Однако сами городские кварталы находились на противоположном берегу реки От и оказались беззащитными. Укрывшиеся в крепости горожане предложили Черному принцу гигантскую контрибуцию в 250 тысяч золотых экю. Однако Эдуард заявил, что не желает торговаться с мятежниками, не признающими законную власть его отца. Уходя из Каркасона, англичане предали его огню. Следующей целью после Каркасона стал Нарбон. Этот крупный торговый город был известен еще с античности и в средние века не потерял своего значения. Нарбон был похож на Каркасон тем, что в нем город и крепость тоже располагались на противоположных берегах реки. Армия Черного принца успешно заняла городские кварталы, однако нарбонцы стали обстреливать англичан из баллист, расположенных на стенах крепости, чем принудили их к отступлению. Обратный марш в Гасконь стал для армии Черного принца серьезным испытанием. Ее путь часто пролегал по каменистым тропам, а однажды из-за отсутствия поблизости доступных ручьев лошадей пришлось поить вином. Жан де Арманьяк следовал в непосредственной близости от англичан и в итоге вынудил их возвращаться южным путем, однако вступить в сражение так и не решился. В результате военной кампании 1355 года богатые регионы Южной Франции подверглись масштабному опустошению, а 20 городов, в том числе Каркасон и Нарбон, оказались разрушены. В конце лета 1356 года Эдуарду предстояло выбрать направление для следующего удара. В этот раз было решено оставить в Гасконе несколько тысяч солдат и двигаться в направлении Буржа, чтобы наконец объединить силы с Эдуардом III. 4 августа войско Черного принца вышло из Бержерака и быстро двинулось по центральным французским регионам, разрушая и сжигая все вокруг. Как и годом раньше, армия добывала провизию исключительно при помощи грабежа. Вступив в Берри, силы Эдуарда столкнулись с упорным, хотя и безуспешным сопротивлением местных жителей. Люсак-Лес-Эглис и Сен-Бенуа-Дюссо были взяты приступом и разграблены, но вот следующий укрепленный город Шато-Ру Черный принц предпочел обойти стороной. Постепенно англичане приближались к ключевой цели Шиваше – Буржу, но и действия Эдуарда становились осторожнее. К Буржу он послал лишь небольшой отряд, который разорил окрестности города. Сам принц в это время провел неудачный штурм Исудёна, после чего направился к Вьерзону, который уже был захвачен передовым отрядом капталя Дебюша. Здесь, в самом центре французского королевства, принцу предстояло определить дальнейший план действий. Тем временем на севере ситуация еще больше накалялась. Конфликт между Иоанном II и Карлом Злым перешел в решающую стадию, и в один день французский король просто арестовал взорвавшегося дальнего родственника. Впрочем, наварские гарнизоны в нормандских владениях Карла сохранили верность своему Сизерену, из-за чего Иоанн надолго застрял под крепостью Бритёй. Учитывая, что войска Черного принца разоряли центральные регионы страны, а на помощь ему двигалась армия Генри Ланкастера из Британии, Иоанн стремился любой ценой избежать длительной осады. В итоге он просто подкупил гарнизон Бритёй и поспешил на юг в Шартер, где уже начало собираться французское войско. Эдуард в это время двигался по долине Луары на соединение с Генри Ланкастером. Достигнув тура, Эдуард убедился, что свободно пересечь Луару ему не дадут и нужно срочно отступать в Гасконь, тем более, что французский король развернул настоящую погоню за англо-гасконскими грабителями. 13 сентября Иоанн прибыл в Лош, но узнал, что Эдуард отступил в Лае. На следующий день, когда французы вошли в Лае, черный принц уже был Шаттельро. Здесь Эдуард решил сделать трехдневный перерыв, чтобы наконец установить контакт с Генри Ланкастером. Однако тот, как оказалось, так и не смог переправиться через Луару. Более того, пока Эдуард отсиживался в Шаттельро, Иоанн, не зная точного местоположения черного принца, обошел англо-гасконскую армию и уже приближался к Пуатье. Казалось, что возмездие англичанам за многолетние грабежи вот-вот должно было свершиться. В воскресенье, 18 сентября, армия Черного принца сняла лагерь и двинулась вдоль реки Мьоссон по узкой проселочной дороге. Вскоре, однако, до армии дошли дурные вести. Вернувшийся из разведки отряд капиталя де Бюша обнаружил большой французский лагерь, перекрывавший дорогу на Пуатье. Донесения, по-видимому, убедили Эдуарда, что избежать сражения уже не удастся, и он резко повернул свою армию на север, желая занять оборонительную позицию прежде, чем французы успеют среагировать. Преодолев реку Мьоссон по узкому броду, войско двинулось в сторону небольшой возвышенности, примыкавшей к лесу Нуай с северо-западной стороны. Открывавшийся перед англичанами холмистый ландшафт был нетипичным для равнинных предместьей Пуатье и представлял из себя чуть ли не единственную подходящую позицию для оборонительного сражения. Двигаться здесь было очень сложно ввиду повсеместно растущих виноградных лоз и кустарников, густых живых изгородей, вырытых крестьянами канав, болот, примыкавших к реке Мьоссон, а также ручья, протекавшего в глубине долины между двумя возвышенностями. Особую роль в оборонительном плане Чёрного принца играла живая изгородь. Преодолеть её можно было лишь в двух местах. Да и они были достаточно широкими лишь для движения телег с урожаем. Остановившись на холме, англичане без промедлений начали окапываться. Расширили существовавшие канавы и вырыли несколько новых, а с правой стороны холма, где склон был более пологим, поместили дополнительные изгороди из терновника и часть телег из обоза. Английское войско, как обычно, делилось на три баталии. Графы Уоррик и Оксфорд во главе баталии левого фланга удерживали склон к реке и болоту. Граф Солсбери, поддерживаемый графом Саффолком, командовал правой стороной, в то время как Эдуард руководил центром. В тылу принц расположил два небольших резервных отряда исконных рыцарей и стрелков. Один по центру, рядом с обозом, а второй под командованием капталя Дебюша с правой стороны. Остальные лучники заняли свою традиционную позицию по флангам английского построения. Однако, несмотря на все приготовления, факт оставался фактом. Англо-Гасконская армия оставалась голодной, вымотанной и напуганной, с заканчивающимися запасами воды и фуража. Сведения о точном расположении армии Эдуарда Иоанн получил только утром 18 сентября. Вскоре королевское войско начало строиться в боевые порядки напротив английских позиций. Однако, в разгар французских военных приготовлений, ставки Иоанна наконец достиг кардинал Перегора Эли де Телеран, которому Папа Римский поручил примирить враждующие стороны. По инициативе кардинала весь день прошел в переговорах. Кардинал носился туда-сюда, пытаясь уговорить противников прийти к соглашению. Однако Эдуард и Иоанн раз за разом отвергали предложенные условия, так что в итоге обе стороны стали обвинять кардинала в потворстве противнику. Единственным достижением Эли де Телерана стала договоренность о прекращении военных действий на день, что позволило сторонам завершить подготовку к битве. Утром в понедельник 19 сентября обе армии наконец заняли свои боевые позиции и изготовились к сражению. Численность англогосконского войска, расположившегося на холме, обычно оценивается в 7-8 тысяч человек, из которых 6 тысяч приходилось на тяжело вооруженных всадников, спешившихся для битвы, и по одной тысяче на английских лучников и легко вооруженных гасконских пехотинцев. Размер французского войска во многих источниках преувеличивается вплоть до 30 тысяч человек. Более реалистичная цифра — 11-12 тысяч, включая 8 тысяч кавалеристов, две тысячи наемных арбалетчиков и около тысячи легкой пехоты. Французы расположились в три конные баталии, однако в отличие от битвы при Креси, арбалетчики теперь были сконцентрированы на флангах. И все же, несмотря на численное преимущество, французам предстояло решить серьезную тактическую проблему. Обойти англичан с флангов было невозможно, а осуществить лобовую кавалерийскую атаку крайне трудно из-за особенностей ландшафта и повсеместной растительности. Сказывался и моральный фактор — французы прекрасно запомнили урок десятилетней давности, когда в битве при Креси кавалерийский натиск обернулся катастрофой. В итоге Иоанн II по совету своих приближенных принял решение спешить все три баталии и атаковать англичан в тесном пехотном строю. На конях остались лишь два отряда по 250 рыцарей, расположенные по флангам французского войска. В их задачу входило достигнуть и связать боем английских стрелков, тем самым позволив пешим баталиям беспрепятственно пересечь долину. Король лично проследил, чтобы для этой цели были отобраны храбрейшие рыцари, а их скакуны защищены недавно появившимися в военном деле латными конскими доспехами. Состоявшие из цельных металлических пластин, такие доспехи прикрывали голову, шею и грудь лошади от прямых попаданий. Руководство конными отрядами было поручено двум маршалам Франции – Жану де Клермоно и Арно де Андреге. Первую пешую баталью возглавил сын короля Дофин Карл, будущий король Карл V, а пока – герцог нормандский. На момент битвы ему было всего 18 лет, а поэтому поддержку ему оказывали военные специалисты, в частности Уильям Дуглас, прибывший из Шотландии на помощь французскому королю с отрядом из 200 человек. Вторая баталия находилась под командованием брата короля – герцога Орлеанского, третья – под руководством самого Иоанна. С французских позиций казалось, что англичане тоже готовятся к сражению. Однако правда заключалась в том, что принц и его командиры уже приняли решение отступить с поля боя. Они планировали ускользнуть на юг через Мьосон, сохраняя при этом всю армию в боевом порядке на случай, если французы перейдут в наступление. Ранним утром баталия графа Уорика начала двигаться в сторону брода через Мьосон. Однако все пошло не по плану. Обозные телеги, которые предполагалось переправить через реку первыми, застряли на узкой тропе посреди болот. Примерно в 9 часов утра донесение об отступлении англичан достигло Арно де Андреге, и тот спешно послал гонца к Жанну де Клермону с призывом незамедлительно атаковать. Клермон в ответном послании посоветовал Андреге проявить терпение. Однако того было уже не остановить. Обвинив Клермона в трусости, он повел своих всадников в атаку на левую английскую баталию. Всадникам Андреге понадобилось какое-то время, чтобы достичь английских позиций. Сначала им пришлось спуститься с одного холма, а потом взбираться на другой. Английские лучники ожидаемо обрушили на французов залповый огонь, однако большинство стрел безвредно отскакивали от латных доспехов всадников и их лошадей. В какой-то момент стало казаться, что французский план сработает. Однако англичане нашли выход из положения. Граф Оксфорд подскакал к лучникам и приказал им сдвинуться левее в болото, где всадники не могли их достать и уже оттуда стрелять по незащищенным бокам лошадей. Результат сказался незамедлительно. По мере того, как французы поднимались по склону, их лошади получали все больше ранений, из-за чего паниковали, сбрасывали своих седоков или вообще убегали с поля боя. Когда Андреге достиг пехотинца Ворика, его атака уже переживала свою агонию. За считанные минуты англичане покончили с остатками французского конного отряда, а сам маршал попал в плен. Одновременно на левом фланге кавалерийские части Клермона тоже начали свое наступление. Хотя маршал был не согласен с действиями своего коллеги на правом крыле, он понимал, что сражение уже началось и медлить нельзя. Однако его всадники натолкнулись на живую изгородь и в итоге столпились в узком проходе, через который одновременно могли проехать лишь четыре рыцаря. Граф Солсбери поспешил закрыть проход своими пехотинцами, в то время как лучники, расположившиеся в безопасной позиции за насыпями и канавами, обстреливали французов с боков. В какой-то момент к делу подключился еще и небольшой отряд гасконских арбалетчиков, которые стали поражать латников прямой наводкой с короткой дистанции. Вскоре остатки французского отряда обратились в бегство. Судьба же Клермуна оказалась печальна, будучи опрокинут на землю, он не смог ни подняться, ни пообещать выкуп и в итоге был убит на месте. Пока события разворачивались на флангах английского построения, первая французская баталия во главе с дофином медленно двигалась вперед по долине. Подвергаясь перекрестному огню, французы, вероятно, понесли потери еще до того, как взобрались по склону и вступили в рукопашную. Источники указывают, что баталия дофина два часа сражалась с англичанами на холме. Частичный успех сопутствовал французам справа, где им удалось потеснить пехотинцев Солсбери, и только подход подкреплений из центра выправил ситуацию. Интенсивная схватка разгорелась возле самого дофина. В суматохе его знамя упало, а знаменосец попал в плен, что должно было нанести серьезный урон по моральному состоянию французов. Кроме того, английские лучники теперь могли безбоязненно передвигаться по флангам, выбирая подходящую позицию для стрельбы. На французов они обрушили такой шквал стрел, что это зафиксировал Жан-Фруассар в своей хронике. Сказать по правде, английские лучники сослужили бесценную службу своей армии, так как они стреляли так плотно и так хорошо, что французы не знали, куда им повернуться, чтобы избежать их стрел, и благодаря этому англичане медленно, но не переставая, двигались вперед и постепенно распространились повсюду. В конце концов советники Дофина приняли решение об отходе, и баталия организованно отступила с холма. Узнав о первоначальной неудаче, Иоанн, по-видимому, стал сомневаться в своей победе и приказал увезти с поля боя Дофина и еще двух своих сыновей. Это решение в сочетании с отступлением французской первой линии могло убедить герцога Орлеанского, командира второй баталии, что вообще вся королевская армия уходит с поля боя, и он тоже протрубил организованный отход. Впрочем, рыцарская доблесть не позволила многим французам просто так выйти из сражения, и королевская баталия вскоре пополнилась с примкнувшими к ней рыцарями из первой и второй линии. «Знамя вперед!» – скомандовал король, и усиленная третья баталия с арбалетчиками на флангах двинулась в последнюю атаку на англичан. Пока французы перестраивали свои боевые порядки, солдаты «Черного принца» получили время для передышки. Раненых перевязывали и относили в тыл, а лучники, расстрелявшие большую часть своего боезапаса, собирали с земли уже использованные стрелы. Вскоре, однако, приближение третьей французской баталии заставило лучников вернуться на свои позиции. Понимая, что возможности его армии уже достигли своего предела, «Черный принц» совершил свой знаменитый тактический ход. Отправил отряд капталя де Бюше в глубокий обходной маневр, чтобы ударить по французам с тыла. Одновременно на флангах началась интенсивная перестрелка лучников и арбалетчиков. Как писал хронист Джеффри Лебейкер, «Грузные ряды французов затмили солнце густым облаком арбалетных болтов». Но молодые английские лучники, доведенные до отчаяния и неистовства, ответили врагу смертоносным шквалом стрел. Опустошив колчаны и оставшись лишь с мечами и щитами, лучники с огнем в сердце бросились на вооруженных до зубов французов, желая дорого продать свои жизни, ибо в тот день, как они думали, встретят они свой славный конец. Одновременно Черный принц сигнализировал об общем наступлении пехоты, и по всему фронту вновь началась отчаянная рукопашная. Пока капталь де Бюш находился в пути, Эдуард послал еще один конный отряд, на этот раз под командованием сэра Джеймса Одли, ударить по другому флангу французской линии. Одли успешно выполнил повеление принца, в процессе отогнав французских арбалетчиков и ослабив напор неприятеля на баталию графа Уорика. Одновременно на своем правом фланге англичане потеснили и обратили в бегство отряд немецких рыцарей. В центре французы, вдохновляемые присутствием короля, яростно сражались с противником, однако их судьба уже была предрешена, ведь из-за холма наконец-то показались всадники капталя де Бюша. В средневековом сражении удар в тыл был наиболее эффективным способом надломить дисциплину и боевой дух противника, а потому, когда английские рыцари врезались в позиции 3-й французской баталии, ее построение сразу начало рушиться. Большинство французов, особенно на флангах, предпочли бежать с поля боя, пока остальные англичане не вскочили на коней и не начали погоню. Так поступил и лорд Дуглас. По замечанию Фруассара он бежал изо всех сил, так как гораздо больше смерти страшился попасть в руки англичан. Окруженному центру французского построения отступать было просто некуда, и под натиском основных английских сил отряд короля постепенно сдвигался в сторону реки Мьосон. Описывая последовавшую мясорубку, Джеффри Лебейкер выразил свое восхищение Иоанном. Их король, которому было уже немало лет, был все же полон юношеской энергии и достойно отвечал на все удары, сокрушая головы одних и пронзая тела других. Где бы ни сражался король, везде он показывал, что не выродился еще королевский дом Франции. Однако, когда Арифлама, важнейший штандарт французских войск, выпала из рук королевского знаменосца, организованное сопротивление стало сходить на нет, и французы начали массово сдаваться в плен. Рассказ Фруассара о последних моментах битвы наверняка составлен на воспоминаниях очевидцев. В это время была большая давка из-за постоянного желания добраться до короля, и те, кто находился ближе всего к нему и знали его, кричали «Сдавайтесь! Сдавайтесь! Или вы мертвец!». В том же месте находился молодой рыцарь, который за жалование сражался на стороне короля Англии. Его звали Дени де Морбек, и он пять лет назад самовольно отправился в Англию, так как в дни своей молодости был изгнан из Франции за убийство. Для этого рыцаря удачно сложилось так, что он оказался около короля Франции как раз в то время, когда того сильно пинали туда и сюда. И пробившись сквозь толпу, он сказал королю на хорошем французском «Сир! Сир! Сдавайтесь!». Король, который видел, что оказался в очень неприятном положении, обернулся к нему и спросил, «Кому я должен сдаваться? Кому? Где мой кузен, принц Уэльский? Если я увижу его, то буду говорить с ним!» «Сир!» – ответил мессир Дени. «Он не здесь! Но сдавайтесь мне, а я отведу вас к нему!» – спросил король. «Сир! Я Дени де Морбек, рыцарь из Артуа. Но я служу королю Англии, ибо Франция лишила меня всего, что я здесь имел». Тогда король отдал ему свою правую перчатку и сказал, «Я сдаюсь вам». Битва при Пуатье, безусловно, стала тактическим триумфом Черного принца. Однако статистически оценить этот триумф крайне сложно, так как ни одного официального списка убитых не сохранилось. Джеффри Лебейкер называет имена 16-ти знатных французских дворян, которые погибли при Пуатье. Другие источники дают общие цифры потерь – около 2000 тяжеловооруженных конников и 800 прочих убитых. По интенсивности французских атак можно предположить, что потери англичан тоже были велики. Но и в их случае ни одного составленного в то время списка погибших не сохранилось. После знаменательной победы при Пуатье англогосконское войско вернулось в Бордо с награбленным и пленными. Иоанну II оказывались всевозможные почести, и вскоре он отчалил на корабле в Англию. Но вот его королевству был нанесен страшный военный удар, хрупкое единство страны было надломлено, и внутриполитическая обстановка стремительно скатывалась в состояние анархии. Следующие несколько лет станут для Франции периодом суровых испытаний. Желая как можно скорее выйти из плена, Иоанн II еще в Бордо начал переговоры с Черным Принцем, пообещав признать все территориальные захваты англичан, а также направил письма во Францию, повелев начать сбор средств для выкупа. Но вот подданные Иоанна были настроены наоборот по-боевому. В Париже собравшиеся по повелению дофина генеральные штаты высший орган сословного представительства согласились пополнить пустую казну королевства, однако деньги должны были быть использованы не для выкупа Иоанна, а для оплаты боевых действий. Обстановка в Париже тем временем осложнялась. Городское население было охвачено массовым недовольством в связи с продолжавшейся порчей монеты, и под руководством состоятельного парижского купца Этьена Марселя горожане начали вооружаться, укреплять стены и возводить баррикады на улицах. В итоге попытка Этьена Марселя и генеральных штатов ограничить властные полномочия дофина привела к открытому конфликту между Карлом и парижанами. В марте 1358 года после покушения на свою жизнь Карл бежал из столицы в Реймс. Парижане теперь полностью контролировали столицу, и они были против любых переговоров с англичанами. Тем временем на территории Франции всеобщий хаос продолжал нарастать. Осенью 1356 года Генри Гроссмонд осадил столицу Британии – город Рен. Старые городские стены Рена были частично разрушены, однако жители оказали англичанам ожесточенное сопротивление, отразили штурм и смогли обрушить подкоп. Генри тоже не сидел сложа руки, он сформировал конные отряды и отправлял их в набеги по всей Восточной Британии и соседним провинциям – Анжу, Мену и Нижней Нормандии. Эти прекрасные земли, большая часть которых никогда не подвергалась вторжениям, были разграблены, а их население доведено до состояния бродяг. Однако взять Рена, тем самым успешно завершить кампанию, у Генри Гроссмонта не вышло. Город был спасен самоотверженными действиями одного худородного бретонского капитана по имени Бертран Дюгеклен, который во главе небольших сил ввел против англичан партизанскую войну, а однажды смог провести в осажденной Рен телеги с продовольствием. В марте 1357 года Генри Гроссмонт окончил осаду и свернул военные действия. Вот только не во всяком французском регионе был свой Бертран Дюгеклен. Несмотря на отчаянное сопротивление жителей Нормандии, англо-наварские контингенты захватывали здесь крепость за крепостью. Наварцы были особенно активны на Котантенском полуострове, который к 1357 году смогли практически полностью поставить под свой контроль. Вскоре объявился и тот, ради кого производились эти захваты. В ноябре 1357 года сторонники Карла Злова освободили своего короля из заточения. С ним тут же установил контакт Этьен Марсель, предложивший наварскому монарху стать королем Франции. Однако Карл был слишком дальновидным политиком, чтобы принимать корону из рук разъяренной парижской толпы. Гораздо большей проблемой для местного населения, чем наварцы, стали вольные компании, отряды наемников или рутьеров. Развал французской системы управления привел к тому, что рутьеры массово занялись грабежом местного населения, ведь кроме ведения войны они больше ничего не умели. Обычно рутьерский отряд занимал какой-нибудь плохо защищенный замок и уже оттуда начинал терроризировать округу, взымая поборы с крестьянства. Однако часто случалось и так, что компании объединялись под руководством одного лидера и отправлялись опустошать целый регион. Так и случилось осенью 1358 года, когда настоящая армия рутьеров под руководством английского капитана Роберта Ноллеса вторглась в Бургундию и взяла в осаду крупный торговый город Осер. Горожане Осера, которые незадолго до этого изгнали свой гарнизон и решили защищать стены самостоятельно, продержались лишь два месяца. В марте 1359 года Ноллес овладел городом. То, что последовало далее, прекрасно охарактеризовал историк Джонатан Сампшен. В Осере произошла аккуратная экспроприация городского имущества профессиональными и дисциплинированными грабителями, чьи действия были тщательно выверены, чтобы максимизировать добычу. Горожан не убивали, но и за стены не выпускали, ведь каждому из них предстояло заплатить за себя выкуп. В домах вскрывались полы, из стен вынимались тайники, а драгоценности из двадцати городских церквей выносились и складировались на телеге. Общая стоимость награбленного в Осере добра по некоторым оценкам превысила пятьсот тысяч золотых мутонов, эквивалент ста двадцати тысяч фунтов стерлингов. В конце концов Ноллес собрал горожан на центральной площади и объявил, что подожжет город, если не получит еще сто тысяч мутонов. Обнищавшим горожанам пришлось даже отправить посольство в Париж за деньгами, а также отдать Ноллесу в залог священные реликвии из аббатства Сен-Жермен, чтобы рутьеры ушли с миром. Бесчинство рутьеров и наварцев, бездействие собственных сеньоров и повсеместная дороговизна постепенно довели французских крестьян до точки кипения. Наконец их терпение лопнуло, и окрестности Парижа охватило крупнейшее народное восстание в средневековой Франции, получившее название Жакерия. Неконтролируемая волна народного гнева была прежде всего направлена против дворянства, однако доставалась и другим представителям привилегированных слоев – духовенству и бюргерству. За считанные дни бунт распространился на Шампань и Пикардию, а его эхо докатилось до Бургундии, Лотарингии и Нормандии. Террор и кровопролитие царили повсеместно. Даже те очевидцы, кто больше всех симпатизировал народному движению, наперебой сообщали о бессмысленной жестокости крестьян-жаков. Так, хронист Жан Девенет, который не скрывал сочувствия к обездоленным, писал «И всех знатных мужчин, каких только встречали, даже собственных сеньоров своих, убивали и уничтожали без жалости». Недовольствуясь этим, дома и крепости дворян сравнивали с землей, и, что еще более достойно жалости, знатных дам и малых детей, которых встречали, предавали мучительной смерти. Как ни удивительно, именно ужасы Жакирии помогли французской центральной власти выйти из затянувшегося кризиса. Французские, наварские и гасконские феодалы, ранее враждовавшие между собой, быстро сплотились перед лицом смертельной угрозы. Под руководством Карла Злова франко-наварские рыцари наголову разгромили крупное крестьянское войско в битве при Мелло, а гасконцы во главе с капталем Дебюшем довершили разгром Жакирии в бою под стенами города Мо. В Париже Этьен Марсель выступил в поддержку Жаков, однако это решение стало для него роковым просчетом. Парижские горожане, страшившиеся крестьянского гнева и откровенно уставшие от политической нестабильности, были уже готовы на все ради восстановления законной власти. 31 июля 1358 года толпа парижан расправилась с Этьеном Марселем, выгнала из города отряды Карла Злова и пригласила в Париж дофина, который через три дня триумфально вступил в столицу. В волей случая молодой дофин стал победителем в борьбе за Париж, однако следующий год принес ему новые испытания. В Лондоне Иоанн подписал чудовищный по своим условиям мирный договор. В обмен на отказ Эдуарда III от претензий на французский трон, Иоанн уступил ему примерно половину Франции, весь юго-запад в границах древней Аквитании, Анжу, Мен, Пуату, Турень, Нормандию, Пантьё и Кале. Такой договор означал гораздо больше, чем поражение в войне. Он создавал серьезную угрозу независимости Франции. Принявший титул регента Франции дофин Карл отказался признать подписанный его отцом документ. Разъяренный Эдуард, который был так близок к заветной цели, начал готовить новую армию для очередного, решающего удара по Франции. Осенью 1359 года английский король с армии в 6-8 тысяч человек высадился в Кале, прошел через Пикардию и осадил Реймс. Здесь английский монарх планировал водрузить на себя корону Франции. Но жители города, в котором много веков совершалась коронация, оказали англичанам упорное сопротивление. Наступившая холодная зима и недостаток припасов заставили англичан снять осаду, и Эдуард двинул армию на Париж. Добиваясь капитуляции противника, англичане беспощадно и демонстративно опустошали пригороды столицы. В соответствии с английской военной тактикой, король попытался вынудить дофина выйти из города и атаковать его. Однако городские ворота так и остались запертыми. Разозленный пуще прежнего английский король направился к Шартру, сея смерть и разрушение на своем пути. Наконец взаимное военное истощение заставило стороны сесть за стол переговоров. В мае 1360 года, недалеко от Шартра, в местечке Бретиньи, соглашение было наконец достигнуто. Эдуард получал в суверенное владение Аквитанию, Пуату, Понтьео и Кале и взамен отказывался от претензий на корону Франции. За освобождение французского короля был назначен огромный выкуп – 600 тысяч фунтов стерлингов, которые должны были выплачиваться частями. Королю было позволено вернуться во Францию, оставив в заложниках трех младших сыновей. В дальнейшем, когда в 1363 году один из них, Людовик, самовольно уедет во Францию, Иоанн, соблюдая договор, вернется в Англию, где скончается спустя год. Мир в Бретиньи ознаменовал конец Эдвардианской войны – первого этапа Столетней войны. С точки зрения англичан, их приобретения были огромными. Да, от претензий на французский престол Эдуарду пришлось отказаться, однако треть французского королевства находилась в его руках. Никто не мог тогда знать, что очень скоро достижения Эдуарда будут обращены вспять. Своим военным возрождением в 1360-х годах Франция обязана Карлу Валуа, который был коронован в мае 1364 года и вошел в историю с лесным прозвищем Мудрой. В свой рыцарский век этот правитель никогда не выходил на турниры, зато имел одну из крупнейших в Европе библиотек в тысячу книг, расходуя огромные деньги на приобретение древних рукописей. Вся его энергичная деятельность была нацелена на возвращение утраченных земель и восстановление политического могущества Франции. Прежде всего, Карл предпринял энергичные усилия, чтобы не допустить дальнейшего усиления своих непосредственных противников – Карла Злого и Эдуарда III. В 1364 году Карл Злой вновь предъявил претензии на шампань и бургундию и стал собирать в Нормандии своих сторонников. Ключевым из них был Жан де Граи, недавно породнившийся с Карлом и спешивший к нему на помощь с отрядом англичан и гасконцев. Однако французы опередили своих противников. Бертран Дюгеклен, военный талант которого по достоинству оценил Карл Мудрой, нанес ряд стремительных ударов по наварским крепостям, после чего перегородил капталю де Бюшу дальнейший путь. 14 мая 1364 года англо-гасконское войско натолкнулось на силы Бертрана Дюгеклена возле небольшой деревушки Кэшерель. Численность французов достигала 1200 человек, англо-гасконцев немногим больше. Три дня армии стояли напротив друг друга, не желая делать первый ход. 16 мая у Дюгеклена, видимо, стали заканчиваться припасы, и он распорядился начать отступление, чем невольно спровоцировал англо-гасконцев на атаку. Две пеших баталии столкнулись в поле под звуки труп и боевых кличей. Несмотря на относительно небольшой размер обеих армий, сражение отличалось необыкновенной ожесточенностью и кровопролитием. Капталь де Бюш сражался в самом центре англо-гасконского построения, нанося удары по французам своим боевым топором. Не отставал от него и Бертран Дюгеклен. Он лично сразил одного из ближайших сподвижников Карла Злова – Баскона де Морёя. Когда стало казаться, что французские силы не устоят перед натиском противника, Дюгеклен задействовал свой бретонский резерв. Спешившись, бретонцы обогнули англо-гасконскую линию и набросились на противника с фланга, чем обеспечили победу французской армии. Люди Капталя начали отступление, которое быстро перешло в повальное бегство. Сам Жан де Граи продолжал сражаться на месте, пока не был ранен, повергнут на землю и взят в плен бретонским оруженосцам. Успех Дюгеклена при Кошерелле поставил крест на дальнейших интригах Карла Злова, и тот удалился в свое Пиренейское королевство. Однако расслабляться было рано, в том же 1364 году война за бретонское наследство вступила в свою решающую фазу. Формально оставаясь в стороне от конфликта, Карл вновь послал Бертрана Дюгеклена на помощь своему протеже Карлу де Блуа. Так же поступили и англичане. На поддержку Жанна де Монфора в Британь спешили Роберт Ноллес со своей компанией и Джон Чандас, испытанный соратник Черного принца с отрядом лучников и латников. Две коалиции, насчитывавшие по три-четыре тысячи человек, встретились у небольшого портового городка Аре и выстроились в три спешные баталии по фронту с резервами позади. Карл де Блуа и Жан де Монфор готовы были уладить дело миром, однако их союзники совсем не разделяли эти благородные устремления. Джон Чандас в принципе отказался вести переговоры, а Дюгеклен, уверенный в успехе перед боем, заявил Карлу де Блуа. «Я избавлюсь от этих негодяев и верну вам герцогство». Первой в бой двинулась англо-бретонская коалиция. Английские лучники, расположенные на правом фланге, обрушили на пеших французов залповый огонь, однако результат оказался совсем не таким впечатляющим, как Прикресси или Пуатье. По словам Фруассара, английские лучники вначале стреляли хорошо, но их стрелы не наносили вреда, так как французы были слишком хорошо одеты в свои доспехи и укрывались от них щитами. Видя это, они оставили свои луки и, будучи людьми легкими и сметливыми, смешались с латниками и атаковали французов. Когда по всему фронту началась рукопашная, чаша весов быстро склонилась в пользу англо-бретонцев. Левый фланг Дюгеклена был прорван и обращен в бегство, а находившийся позади резерв дезертировал. По мере того, как позиции Карла де Блуа оказывались в окружении, его последователи в панике покидали поле боя или сдавались противнику. Сам Карл сложил свою голову в мясорубке, что поставило точку в борьбе за власть над Британию. Победа Чандеса и Жанна де Монфора была полной. Примерно 800 последователей Карла де Блуа погибли, а полторы тысячи попали в плен, включая Бертрана Дюгеклена. Когда тело Карла было обнаружено, Чандес велел подвести к нему Дюгеклена и во всеуслышание обвинил бретонского командира в смерти знатных дворян. Затем, указывая на Жанна де Монфора, Чандес заявил Дюгеклену. Сир, взгляните на этого негодяя де Монфора. Благодаря вам с сегодняшнего дня он герцог Британии. Впрочем, военное поражение Дюгеклена быстро превратилось в крупную дипломатическую победу Карла V. Жан де Монфор, победивший в борьбе за бретонское герцогство, больше не нуждался в английской военной помощи. На следующий же день после битвы при Арре он направил Карлу письмо, в котором заявил о своей верности короне и готовности принести оммаж за герцогство. Кроме Британии, ареной острых дипломатических противоречий между Англией и Францией оставалась Фландрия. Здесь велась борьба за руку Маргариты де Маль, единственной наследницы графа Фландрии Людовика де Маль. В ее приданное входила не только Фландрия, но и Артуа, Реттель, Невер и имперская Бургундия. Династический союз с Людовиком позволил бы Эдуарду III взять Францию в кольцо подконтрольных владений. Первоначально английскому монарху даже сопутствовал успех. В октябре 1364 года, когда международный престиж Эдуарда находился в Зените, Людовик согласился выдать свою дочь за пятого сына английского короля Эдмунда Ленгли. Однако у Карла Мудрого были совсем другие планы. Он использовал поддержку папы Урбана V, отказавшего английскому принцу в разрешении на брак под предлогом дальнего родства с Маргаритой де Маль. В результате Маргарита была помолвлена с младшим братом Карла, Филиппом Бургундским, что не только поставило крест на династических планах Эдуарда, но и серьезно подорвало его союз с городами Фландрии. И все же, несмотря на дипломатические успехи Карла Мудрого, ключевая внутренняя проблема сохранялась. По Франции рыскали банды рутьеров, справиться с которыми королевская армия была просто не в состоянии. Избавиться от них Карлу вновь помог случай. В соседней Кастиле только что разразилась гражданская война между королем Педро Жестоким и его сводным братом Энрике де Трастамара. Энрике обратился к Карлу V за помощью, и тот, увидев шанс посадить на престол Кастиле своего ставленника, повелел Бертрану Дюгиклену завербовать максимальное количество рутьеров и везти их на Пиренейский полуостров против короля Педро. Дюгиклен блестяще справился с заданием. Во главе десятитысячной армии рутьеров он перешел Пиренеи и без труда свергнул Педро с престола. Новоиспеченный Кастильский король Энрике, полагая, что дело сделано, распустил всех наемников Дюгиклена по домам. В этом он серьезно просчитался. Лишившийся трона, Педро обратился к Черному принцу с просьбой о помощи, пообещав ему часть пограничных баскских земель и полную оплату военных расходов. Под рукой у Черного принца тогда было всего две тысячи человек, однако вскоре его силы кратно возросли благодаря тем самым рутьерам, которых Энрике де Трастамара недавно уволил со службы. Из Англии к Эдуарду также прибыл контингент лучников под командованием его младшего брата Джона Гонта. Перейдя Пиренеи у Рассенваля, Черный принц и изгнанник Педро направились к Бургасу, столице Кастилии. Энрике тем временем хаотично собирал своих немногочисленных сторонников. Бертран Дюгеклен настойчиво советовал королю не вступать в сражения с англичанами, а вести против них партизанскую войну. Однако политическая ситуация связала руки королю Кастилии. Города и крепости без боя сдавались Эдуарду и Педро, а в армии нарастало недовольство. В итоге Энрике не оставалось ничего, кроме как преградить Черному принцу дорогу у небольшого городка Нахера. Десятитысячное войско Энрике заняло оборонительную позицию у моста через реку. Его первую баталию составляли тяжело вооруженные французские рыцари под началом Бертрана Дюгеклена, которые уже имели опыт сражений с англичанами. Но вот испанские рыцари, составлявшие вторую баталию, видели англичан чуть ли не в первый раз. О легко вооруженных испанских всадниках-хинетах, расположенных по флангам, а также легкой пехоте, оставшейся в тылу, и говорить не приходилось. Армия Черного принца, от 6 до 8 тысяч человек, обладала не менее пестрым составом. По меньшей мере половину в ней составляли наемные рутьеры, которых принц оставил во второй линии под своим личным командованием. Первую же составили английские и гасконские формирования во главе с Джоном Гонтом и Джоном Чандосом. Своих союзников из Навары и Арагона, а также костельцев Педро, Эдуард оставил в резерве. Позади английских позиций находилась деревня Наваретто, из-за чего предстоящее сражение при Нахере также известно как битва при Наваретто. Несмотря на то, что стороны ожидали сражения и готовились к нему несколько дней, нападение Черного принца оказалось полной неожиданностью. 3 апреля незадолго до рассвета его войско тихо вышло из лагеря и двинулось по склону длинного хребта, ограничивавшего равнину с севера. С восходом английские штандарты появились с левой стороны от полков Энрике де Трастамара, и Бертрану Дюгеклену пришлось срочно разворачивать всю армию на 45 градусов. Французы с первой линии выполнили маневр быстро и умело, но вот вторую линию, состоявшую из Кастильцев, охватили паника и замешательство. Часть Кастильских хинетов и легкой пехоты, находившейся на левом фланге, вообще перешли на сторону противника. Дюгеклен, понимая, что ситуация выходит из-под контроля, решил, что единственный выход в сложившейся ситуации – это атаковать англичан, чтобы Кастильцы получили время восстановить боевой порядок. Французские латники, подняв щиты над собой, дисциплинированно двинулись в сторону холма, и обрушившийся град стрел ожидаемо не нанес им существенного урона. Удар Дюгеклена пришелся по силам Джона Гонта и Джона Чандаса. Французы сперва потеснили противника, однако добиться решающего преимущества не смогли. Постепенно англогасконцы, пользуясь численным преимуществом, стали окружать силы Дюгеклена с обоих флангов. Только вмешательство остальных Кастильских сил могло теперь спасти французов от неминуемого поражения. К несчастью, Кастильцы так и не смогли выстроиться в единый боевой порядок, из-за чего их атаки производились поодиночке. На левом фланге брат Энрике Тельо, командовавший легкой кавалерией, попытался прийти на помощь французам, но попал под огонь английских лучников. Легко защищенные хинеты понесли ужасные потери, вернули назад и бежали в панике. На правом фланге похожую атаку пытался произвести сам Энрике. Он приказал своим Кастильским латникам спешиться, однако те восприняли это как унижение и поскакали в атаку в конном строю. Результат был предсказуем. Под градом стрел их лошади гибли десятками, и наступление остановилось на полпути. В итоге французские части Дюгеклена остались изолированными от своих союзников. Их сопротивление было сломлено за считанные минуты. Оставшиеся пехотинцы во франко-кастильском войске оказались пассивными наблюдателями происходившего избиения. Несмотря на усилия короля Энрике, тщетно пытавшегося восстановить боевой порядок, они побросали оружие и бежали в сторону Нахера, по единственному мосту через реку. Большинство из них погибло в развернувшейся на мосту давке или под ударами арагонской кавалерии, которую Черный принц отправил в погоню за противником. Когда на следующее утро геральды будут опознавать павших на поле битвы, они насчитают более 5000 тел – необыкновенно высокое число погибших в средневековых реалиях. Все ключевые командиры и вельможи во франко-кастильской армии оказались в плену, включая Бертрана Дюгеклена, который даже не успел выплатить до конца свой предыдущий выкуп после битвы Приаре. Успех Черного принца и Педро Жестокого омрачало лишь одно обстоятельство – Энрике де Трастамара бежал с поля боя обратно во Францию. Кастильская кампания Черного принца, кульминацией которой стало сражение при Нахере, стала еще одним военным успехом англичан. Однако с политической и экономической точки зрения кампания потерпела полную неудачу. Педро не только не передал Черному принцу обещанные басхские территории, но и отказался оплачивать его военные расходы, которые к лету 1367 года достигли астрономической суммы в 385 тысяч фунтов стерлингов. Надавить на Педро у Эдуарда тоже не получилось – англо-гасконская армия все же находилась на чужой территории, а жаркое испанское лето и подкосившееся здоровье Черного принца вскоре заставило англо-гасконцев отправиться назад с пустыми руками. Единственным положительным результатом было то, что на престоле Кастилии вновь оказался проанглийский монарх. Однако и это продолжалось недолго. Уже осенью Энрике де Трастамара и Бертран Дюгеклен вернулись на Пиренейский полуостров, разгромили Педро в битве при Монтиелле, а при попытке мирного урегулирования Энрике собственноручно прикончил своего врага, завершив династический кризис в Кастилии. Как и в случае с Британию, Карл Мудре и Бертран Дюгеклен смогли превратить военное поражение в дипломатическую победу. И теперь Франция вновь могла рассчитывать на помощь Кастильского флота. Мир в Бритиньи и последовавшие дипломатические игры вокруг Британии, Фландрии и Кастилии позволили Карлу Мудрому сосредоточиться на внутренних вопросах. Свою энергию он направил на реорганизацию французской системы налогообложения. До 1360 года французская финансовая система состояла из неисчислимого множества разнообразных налогов и сборов, которые не были постоянными, сопровождались длительными переговорами с органами местного представительства и требовали уступок со стороны центральной власти. Непредсказуемость налоговых сборов была постоянной головной болью для французских правителей, которые не могли заниматься даже базовым финансовым планированием и вынуждены были прибегать к манипуляциям с валютой, чтобы пополнить казну во время кризиса. Поводом приступить к реформам стал гигантский выкуп, который Франция должна была выплатить за Иоанна II по условиям мира в Бретеньи. В 1360 году, вернувшись из плена, Иоанн королевским указом установил два вида общегосударственных налогов для сбора выкупа Габель – косвенный налог на соль и Эды – косвенные налоговые сборы с торговых операций. Сбор королевского выкупа первоначально воспринимался как временная мера, однако в 1368 году, когда причитавшаяся сумма была практически уплачена, Габель и Эды были уже негласно признаны дополнительными военными налогами, установленными на неопределенный срок. В 1364 году указом Карла V к ним добавился фуаж или подымный сбор – прямой налог с домохозяйств. С самого начала он задумывался как постоянный военный налог, который позволил бы круглогодично оплачивать войско в 6000 латников, хотя в реальности его хватило лишь на 1500. Неоспоримым преимуществом фуажа была его гибкость. Он позволял учитывать имущественные различия и перераспределять налоговую нагрузку с более пострадавших регионов на менее пострадавшие. К примеру, в 1370 году город Альби, в котором находилось 1333 очага, выплатил фуаж за 140 очагов, так как сильно пострадал от рутьеров и англичан. Остальное выплатили за Альби другие города Лангедока. Нельзя сказать, что налоговая система Карла Мудрого была идеальна. Знать и духовенство освобождались от уплаты государственных налогов. Фландре и Британь обладали автономным статусом и не участвовали в налогообложении. То же самое касалось графств, пограничных с английским Каля, где постоянно шли боевые действия, а также владения принадлежавших братьям короля – Филиппу Бургундскому, Людовику Анжуйскому и Жанну Берийскому. И даже при всем при этом, новая налоговая система давала Карлу ежегодно до полутора миллионов ливров на ведение войны, эквивалент 300 тысяч фунтов стерлингов. Финансовые возможности Эдуарда III были втрое меньше. Он мог тратить на войну лишь 90 тысяч фунтов стерлингов в год. Таким образом, за первые пять лет своего правления Карлу Мудрому удалось преодолеть внутреннюю смуту и восстановить международное положение Франции. Союз с Кастилией был возобновлен, угроза, исходившая от Карла Злова, ликвидирована, а Фландре и Британь были вырваны из английской сферы влияния. Налоговые реформы французского короля обеспечили постоянные поступления в казну и даже помогли ему сформировать резерв в 400 тысяч ливров, 80 тысяч фунтов стерлингов для ведения боевых действий. Теперь дело оставалось за военными – закрепить административные и дипломатические успехи своего короля на полях сражений. В конце 1368 года Карл был готов взять у англичан реванш за унизительные поражения первых десятилетий войны, и повод для возобновления боевых действий не заставил себя долго ждать. В Аквитании Гасконе росло недовольство черным принцем. Его поход в Кастилию двумя годами ранее загнал Эдуарда в глубокие долги, расплатиться с которыми он решил за счет дополнительных налогов. Новая подымная подать вызвала широкое возмущение среди вассалов принца графа де Арманьяка, графа Перегора и сеньора де Альбре, которые подали Карлу Пятому апелляцию. Формально Карл не имел права рассматривать жалобы, исходившие от чужих вассалов, ведь по миру в Бритиньи Аквитания и Гасконь переходили Эдуарду Третьему в суверенное владение. Однако Карл превратил эпизод с апелляциями в настоящий спектакль. Он быстро подключил к делу юристов, которые обосновали, что формально Аквитания все еще находится в составе Французского королевства, так как выкуп за Иоанна II по условиям мира в Бритиньи еще не был выплачен до конца. На основании этого Карл вызвал черного принца в Париж, чтобы тот предстал перед судом и объяснил, по какому праву он облагает налогами графа де Арманьяка и других вельмож. «Мы охотно будем в назначенный день в Париже», – написал в ответном послании черный принц, – «но мы будем со шлемом на голове и с войском под рукой». Фактический отказ Эдуарда отвечать на апелляции ознаменовал продолжение Столетней войны и начало ее второй стадии, получившей название «Каролинкской войны» по имени Карла V и его преемника Карла VI. Как и в 1337 году, Эдуард III вновь предъявил свои претензии на французскую корону. В этот раз, однако, боевые действия примут совсем другой оборот. Накопленные финансовые ресурсы позволили Карлу немедленно мобилизовать свои силы и направить их на отвоевание потерянных территорий. В начале 1369 года Людовик Анжуйский предпринял наступление, заняв восточную часть Аквитании, графства Руэрк и Керси. Это было не очень трудно, местное население и так плохо переносило английское владычество. В Пуату герцог Берийский медленно продвигался вперед, постепенно взламывая сеть неприятельских замков. Английская оборона повсюду трещала по швам. Гасконские гарнизоны Черного принца были слишком малочисленны, чтобы удерживать все укрепленные пункты, а срочно нанять новых солдат было негде и не на что. Кроме недостатка обычных солдат, у Черного принца возникла проблема еще и с опытными командирами. Джеймс Одли, близкий друг и соратник Эдуарда, отличившийся в битве при Пуатье, скончался от болезни в августе 1369 года. Пятью месяцами позже в бою при Люсак-ле-Шато погиб и Джон Чандас, неудачно подскользнувшись и получив удар копьем в лицо. Сам Эдуард не мог выступить против французов по состоянию здоровья. Еще во время Костельской кампании он подхватил неизвестную болезнь, скорее всего, дизентерию либо малярию, и теперь мог передвигаться лишь на носилках. С началом 1370 года становилось очевидно, что без подкреплений из Англии удержать Аквитанию не получится. Узнав о гибели Чандаса, английский король отправил на помощь Черному принцу Джона Гонта с отрядом в тысячу лучников и латников. Когда Гонт прибыл в Ангулем, перед ним открылась печальная картина. Эдуард даже не мог встать с кровати, чтобы обнять брата. Администрация была парализована критической нехваткой средств, а Аквитанские города и вельможи один за другим переходили на сторону Валуа. Нужны были радикальные меры. Новая стратегия Эдуарда и Джона поощряла верность. Изменникам был дарован второй шанс вернуться на английскую службу. У отказавшихся все земли конфисковывались и перераспределялись в пользу тех дворян, кто остался лоялен английской короне. Тем временем приближалось лето 1370 года, а вместе с ним и новое наступление французов. В этот раз Людовик Анжуйский, Жан Берийский, а также Бертран Дюгеклен, только что вернувшийся из Кастилии, планировали удар в направлении Ангулема, где пребывал больной Эдуард. Наступление развернулось удачно. В мае пал Муассак, крепость, сдерживавшая французов на южном направлении. За Муассаком вскоре последовал и Ажен, что позволило Людовику установить окончательный контроль над местом слияния рек Ло и Гарона. Несколько севернее Дюгеклен восстановил французскую власть в Пириге и поспешил укрепить свои позиции против потенциальных англогосконских атак. Жан Берийский тем временем начал наступление на Лимош. Его назначение на должность командующего стало одним из немногих кадровых просчетов Карла Мудрого. Герцог был известен как утонченный эстет, коллекционировавший произведения искусства, драгоценности, старинные гобелены, манускрипты и часословы. Изысканность герцога отразилась и на его отношении к боевым действиям. Сражением и осадом Жан предпочитал секретные переговоры и подкупы. Так, по пути в Лимош, герцог вступил в переписку с местным епископом Жаном де Кро, который пообещал сдать город французам. Вечером 21 августа Жан Берийский подошел к Лиможу и расположился в близлежащем доминиканском монастыре. Следующий день застал герцога Берийского в великолепном настроении. Ожидая, что ему вот-вот поднесут ключ от города, Жан отправил черному принцу не менее пяти издевательских посланий, призывая того прийти на помощь Лиможу, если у принца хватит на это силы мужества. Вот только время шло, эйфория герцога постепенно испарялась, а делегаций из Лиможа все не было и не было. Как оказалось, верхний город, процветающий и хорошо укрепленный шато, включавший замок и кварталы богатых купцов, остался вверен англичанам. Жители нижнего города, Сите, колебались, и епископу пришлось распространить среди горожан ложный слух о том, что черный принц скончался и не придет к ним на помощь. Тем временем до герцога Берийского дошли сведения, что большая английская армия движется к Лиможу из Ангулема, предположительно во главе с самим Эдуардом. Герцог спешно отдал распоряжение об отходе, оставив в Лимуже лишь небольшой гарнизон в 200-300 латников, которые вошли в Сите и заняли позиции на городских стенах. Как только черный принц узнал о сдаче Лиможа, он преисполнился решимости отбить город. Больше, чем что-либо Эдуарда задело предательство лиможского епископа, ведь тот был крестным отцом его старшего сына. По словам Фруассара, принц поклялся душой своего отца, клятвой, которую он никогда не нарушал, что возьмет Лимож назад и что он заставит жителей города очень дорого заплатить за их измену. 14 сентября 4000-я англо-гасконская армия подошла к городу и начала осадное приготовление. Черный принц отдавал приказы с насилок, а их непосредственным исполнением руководил Джон Гонд. Обнаружив, что часть городской стены была построена на мягком грунте, Гонд повелел вырыть под нее подкоп. Пока англичане по подземному тоннелю приближались к стенам Лиможа, французские защитники города провели ответный подкоп. Две траншеи соединились как раз в тот момент, когда под землей находился Джон Гонд, и стороны схлестнулись в тесной стычке при свете факелов. В конце концов, людям Гонда пришлось отступить. Впрочем, Эдуард и Джон не теряли решимости взять город. Все предыдущие дни по стенам работали камнеметные машины, из-за которых городские укрепления частично обрушились. 18 сентября Джон Гонд повел небольшой отряд латников на штурм Лиможа через Бреж. В ходе последовавшего столкновения на обломках стены Джон вступил в рукопашную схватку с одним из французских рыцарей и был настолько впечатлен его мужеством, что остановился и попросил того представиться. Рыцарем оказался Жан де Вильмур, командир французского гарнизона. Гонд похвалил его за храбрость и сообщил, что тот сражался против самого герцога Ланкастера. В ответ Вильмур назвал себя всего лишь бедным рыцарем и добавил, что сомневался, что когда-либо удостоится такой чести. После этого рыцарского эпизода стороны отошли на исходные позиции. На следующий день, 19 сентября, осаждающие подожгли деревянные подпорки в тоннеле под стеной, что привело к ее немедленному обрушению и двинулись в полномасштабную атаку. Гарнизон выдержал первый штурм, однако англичане прорвались через ворота и, согласно Фруассару, устроили в Лиможе массовый погром, в дальнейшем получивший леденящее название «Лиможская бойня». Это было самое печальное дело, когда люди всех сословий, возрастов, полов падали на колени перед принцем и молили его о милосердии, но он был так разъярен в своей жажде мести, что никого не слушал. Предавали мечу всех, где бы их ни находили, даже тех, кто был невиновен. В этот день было предано смерти свыше трех тысяч мужчин, женщин и детей. Господь, смилуйся над их душами, ведь они истинные мученики. Слова Фруассара запятнали репутацию Черного Принца, который, по версии хрониста, все больше превращался из благородного лорда в жестокого тирана. Однако недавно обнаруженные данные позволяют взглянуть на лиможскую бойню совсем с другой стороны. Все три альтернативных источника – летопись лиможского аббатства Сен-Марсиаль, биограф Черного Принца, которого мы знаем под псевдонимом Геральт Чандеса, а также личное письмо Черного Принца графу Фуа, сообщают на порядок меньшее количество жертв. Сразу же после взятия города Эдуард издаст грамоту, в которой Черным по белому будет написано, что принц не винит горожан в предательстве Жана де Кро и всецело прощает их. И, наконец, как оказалось, в сете у Черного Принца даже нашлись сторонники. Во время штурма группа горожан во главе с Жаком Боярдом мастером по выделке мехов открыла ворота англичанам. Английский историк Майкл Джонс так реконструирует последовавшие события. Узнав об измене, французский гарнизон набросился на жителей Лиможа. Жак Боярд был казнен на месте, а его сторонники перебиты. После чего французы стали отступать к площади перед епископским дворцом, поджигая дома позади себя. Осознав, что происходит, англичане погнались за гарнизоном и не брали пленных до тех пор, пока Черный Принц и Джон Гонт, пораженные отчаянной отвагой Жана де Вильмура, не предложили гарнизону сложить оружие. Некоторое время спустя к Эдуарду подвели главного изменника, Жана де Кро, но и ему принц даровал прощение. Осада Лиможа окончательно истощила Черного Принца, и вскоре он уедет в Англию восстанавливать здоровье. Действия Жана де Вильмура не на шутку разозлили Карла Мудрого. Король распорядился конфисковать у Жана все земельное владение, и остаток жизни защитник Лиможа проведет в бедности. Однако боевые действия в 1370 году не ограничивались одной аквитанией. В ответ на стремительное наступление французов на юго-западе Эдуард III решил использовать средства, которое не раз приносило ему успех, провести шиваше по Северной Франции. В Кале была собрана армия в 4-5 тысяч человек под руководством испытанного английского капитана Роберта Ноллеса. Эдуард принял меры, чтобы низкий феодальный статус Ноллеса – он не был потомственным дворянином и начинал службу в армии лучником, не вызывал конфликта с его более знатными подчиненными – Томасом Грандисоном, Уолтером Фицволтером и Джоном Минстер-Вортом. Перед выходом все они письменно пообещали принимать решение коллективно и не допускать разногласий. В августе Ноллес вышел из Кале и двинулся к Реймсу, планируя описать дугу по центральным французским регионам и подойти к Парижу с запада. На своем пути он развернул масштабные грабительские операции, которые у него получались лучше всего. Города, замки и аббатства, которые отказывались платить выкуп, лишались своих пригородов. Жители же слабо укрепленных поселений подвергались массовому выкачиванию денег. «Сколько вы заплатите нам, чтобы мы оставили вас в покое?» – такой вопрос задавали грабители Ноллеса деревенским общинам. 22 сентября, после шести недель марша, английская армия прибыла на левый берег Сены и выстроилась в боевых порядках перед стенами Парижа. Парижские горожане и гарнизонные части рвались сразиться с англичанами, однако король повелел всем оставаться на своих местах. Карл хорошо помнил, что предыдущие попытки остановить английские грабительские набеги обернулись катастрофой и чуть было не привели к полному коллапсу государственной власти во Франции. Выход был один – ни в коем случае не вступать с противником в генеральное сражение, а действовать на его коммуникациях, либо отсиживаться за стенами. Новую стратегию короля полностью поддержали его боевые командиры. Бертран Дюгеклен, который сам был мастером малой войны, и в особенности Оливье де Клисон, заявивший королю «Государь, пусть эти одержимые ходят, пока им не надоест. Они не смогут ни отобрать у вас королевство, ни выкурить вас дымом». Строгий приказ Карла Пятого вылазки не совершать и на провокации не поддаваться был хоть и с раздражением, но выполнен. Ноллис, осознав, что сражения он не дождется, развернулся и двинулся на запад, планируя к декабрю достигнуть Британии и расположиться там на зимние квартиры. Решение Ноллиса, впрочем, было встречено враждебно среди его более знатных подчиненных, которые были недовольны результатами кампании и выступали за продолжение грабежей в зимние месяцы. Для этого у них были серьезные основания. Несмотря на то, что солдаты в английском войске подписали контракт на два года, корона оплатила им лишь три месяца службы, остальное они должны были восполнить за счет грабежей. Отсутствие таковых означало бы неизбежное падение боевого духа и массовое дезертерство. В итоге английские командиры так и не смогли достигнуть согласия друг с другом, из-за чего к концу ноября войско фактически распалось. Ноллис вместе с доброй половиной армии двинулся в направлении Британии. Остальные разделились на три самостоятельных отряда под началом Грандисона, Фитцволтера и Минстерворта. Они собирались найти в Анжу подходящий укрепленный пункт, чтобы расположиться на зимней квартире, однако этим планам не суждено было сбыться. Бертран Дюгеклен, собравший в Нормандии тысячу всадников, первого декабря выдвинулся из Кана и устремился в направлении разрозненных английских отрядов. Именно тогда проявился талант Дюгеклена как военного организатора. Его всадники двигались форсированным маршем, не останавливаясь на ночлег и преодолевая по 50 километров в день. К вечеру 3 декабря Дюгеклен достиг Лимана и установил контакт с маршалом Сансером, который готовился захлопнуть ловушку для англичан с противоположной стороны. Утром 4 декабря английские капитаны даже не подозревали об угрозе внезапного нападения. Корпус Грандисона, насчитывавший по разным оценкам от 600 до 1200 человек, был беспорядочно рассредоточен на болотистой и поросшей кустарником местности между деревнями Понт-Вален и Майе. Несколькими километрами южнее находился корпус Фитц-Уолтера. Точное местонахождение корпуса Минстер-Ворта нам неизвестно. Пока англичане завтракали и приводили себя в порядок, к их позициям стремительно приближались всадники Дюгеклена. Получив донесение о расположении противника прошлой ночью, Коннетабль принял решение атаковать англичан с марша. Несмотря на истощение людей и лошадей, находившихся в походе уже четвертые сутки, бретонский командир совершил еще один переход и на рассвете достиг Понт-Валена. Внезапное появление Дюгеклена потрясло англичан. У Грандисона оставалось времени лишь для того, чтобы выстроиться со своими людьми в колонну и попытаться отступить на север в поисках подходящей для обороны возвышенности. Однако, три столатников из французского авангарда все же настигли англичан под стенами Шато-де-Лафень, спешились и атаковали противника в плотном строю. Вскоре на помощь первому французскому отряду начали подходить остальные части, постепенно включавшиеся в жестокую схватку с грабителями. Современники особенно отмечали, насколько плохо проявили себя прославленные английские лучники, составлявшие около половины армии. Перед боем они не смогли занять подходящую позицию, да и пробить тяжелую французскую броню у них практически не было шансов. Постепенно преимущество латников Дюгеклена в вооружении начало сказываться на ходе сражения. Несмотря на отчаянное сопротивление англичан, их линия редела и распадалась. Французы не оказывали противнику ни капли милосердия, и по сообщению Фруассара английский корпус был полностью уничтожен, а его командиры, включая Грандисона, поголовно оказались в плену. Низкое декабрьское солнце к тому моменту уже начало заходить за горизонтом, однако Дюгеклен и не думал останавливаться и праздновать победу. Он отдал распоряжение относительно пленных и поспешил на юг, где предположительно находился корпус Фитцволтера. Фитцволтер, до которого дошли вести о катастрофе Грандисона, не собирался повторить судьбу своего коллеги. Во главе своих людей он устремился к большому и укрепленному аббатству Вааз, который удерживался английским гарнизоном. Едва только англичане въехали на территорию аббатства, их ждала неприятная новость. С другой стороны, к укреплениям уже подъезжали французские всадники маршала Сансера. Маршал приказал немедленно атаковать и на стенах аббатства развернулось ожесточенное сражение. С наступлением темноты французы наконец смогли прорваться во внутренний двор и устроили беспощадную резню среди защитников. Попытки Фитцволтера организовать отступление из-за подни оказались парированы Бертраном Дюгекленом, который наконец достиг аббатства и довершил разгром англичан. К их потерям добавились еще 300 человек убитыми и неизвестное число пленными. Фитцволтер, как и Грандисон, тоже оказался в плену. Весь декабрь Сансер и Дюгеклен охотились за остатками армии Ноллиса. 400 англичан пересекли Луару и попытались скрыться в Пуату, однако Дюгеклен настиг их под Брессюиром и перебил. Джон Минстер Ворт со своими людьми изо всех сил спешил в Брест, чтобы переправиться в Англию, однако за ним по пятам двигался Оливье де Клисон. В итоге Минстер Ворт достиг порта, хоть и потерял половину войска в варьергардных стычках и засадах. Что касается Ноллиса, он остановился на зимней квартире в Дервале, своем замке, где спокойно переждал горячую фазу событий. Значение французской победы при Пантвалене оказалось более серьезным, чем можно было бы ожидать от небольшой стычки. Она положила конец мифу о непобедимости англичан на поле боя, который в течение многих лет был важнейшим дипломатическим козырем Эдуарда Третьего. С другой стороны, декабрьская кампания стала звездным часом Бертрана Дюгеклена и доказательством его военных способностей. Примерно за две недели он преодолел несколько сотен километров, двигаясь ночью под проливным дождем посреди зимы. Быстротой движений, качеством разведки, смелостью решений и настойчивостью в их исполнении, он сорвал ключевую английскую кампанию 1370 года и не только разгромил, но и уничтожил четырехтысячную армию. «Говорю вам», заявил Фруассару один бретонский рыцарь, «Конетабль Бертран был доблестным человеком, который в свое время совершал великие дела во имя Франции». Кампания 1370 года сильно измотали как англичан, так и французов. Активные военные действия возобновились лишь в 1372 году и на этот раз главной целью французского наступления было выбрано графство Пуату, самое богатое из континентальных владений Эдуарда Третьего. Местная знать сохраняла лояльность английской короне. Но вот верность городов и особенно столицы графства Пуатье стояла под вопросом. Это вынудило капталя де Бюша, который руководил обороной графства, выделить много солдат для службы в четырех основных гарнизонах в Пуатье, Туаре, Йоре и Ларошеле. В результате под рукой у Жана де Граи осталось лишь несколько сотен человек, слишком мало, чтобы парировать действия французов. Единственной надеждой капталя была ожидаемая финансовая помощь из Англии. В июне Эдуард отправил в Аквитанию флот, перевозивший 12 тысяч фунтов стерлингов, достаточно, чтобы оплачивать трехтысячное войско в течение четырех месяцев. А пока капталь отсиживался за стенами Пуатевинских городов, французы развернули активные операции. Из своей базы в Шиноне Бертран Дюгеклен предпринял стремительный рейд по речным долинам Восточного Пуату. Всадники Бертрана загнали насмерть много лошадей, однако ключевая задача была выполнена, все речные переправы оказались в руках французов. Одновременно Оливье де Клисон взял в осаду Монтанкур, единственную английскую крепость с крупным гарнизоном на севере Пуату. Французы пошли на штурм и блокировали противника в цитадели, после чего гарнизон капитулировал. Между тем к Ларошелле подходил английский флот с финансами для капталя де Бюша. Командир флота граф Пембрак не ожидал встретить на своем пути никого, кроме пиратов, поэтому 14 транспортных барж под его началом сопровождали лишь 3 боевых корабля. Вот только вместо теплого приветствия в песчаной бухте Ларошелле англичане обнаружили Кастильский флот, который Энрике де Тарастамара отправил в поддержку французам. 12 боевых кораблей, из которых 8 составляли массивные караки с баллистами и множеством арбалетчиков на борту. После битвы при Нахере среди англичан распространилось презрительное отношение к Кастильцам как к военным, а потому, несмотря на подавляющее превосходство противников в огневой мощи, граф Пемброк отдал самоубийственный приказ атаковать. В ходе последовавшего столкновения весь английский флот был потоплен, Пемброк попал в плен, а 12 тысяч фунтов стерлингов оказались на дне. Баталия при Ларошеле была куда менее масштабной, чем сражение при Слейсе и Винчелсе, однако эффект от нее оказался непропорционально велик. Поражение Англии повлекло за собой серьезное падение английского престижа, а многие пуатевинские города, в частности Сан-Пуатье, открыли ворота герцогу Берийскому. Потеря же финансовых средств лишала капиталя Дебюша надежды на отражение французского натиска. Не имея других опций, Жан решился сыграть ва-банк и быстрыми ударами разбить противника по частям, однако инициатива уже полностью перешла к французам. В ночь с 22 на 23 августа в битве при Субизе остатки англогасконцев оказались уничтожены франко-валийскими силами под командованием Оуэна Краснорукова, беглого валийского принца, который боролся за восстановление независимого Уэльса. Капталь Дебюш снова попал в плен и пробыл в заключении вплоть до своей смерти в 1376 году. Английское сопротивление в Пуату стремительно рушилось. 8 сентября горожане Ларошелия сдали город французам. Вскоре сдался Ангулем. Туар пал немного позже, после долгой обороны. Даже пуатовинское дворянство, которое дольше всех сохраняло лояльность с Плантагенетом, вступило в переговоры с герцогом Берийским. Наконец, 1 декабря представители знати Пуату и Сентожа изъявили покорность и принесли омаш Карлу V. Тот даровал всеобщую амнистию, вернул конфискованные владения и подтвердил привилегии. Отвоевание Пуату было успешно завершено. Последнюю значимую попытку переломить ход противостояния англичане предприняли в 1373 году. 6-тысячной армии под началом Джона Гонта предстояло произвести самый масштабный грабительский рейд по Франции, который впоследствии назовут Великим Шиваше. Высадившись в Кале, армия разделилась на две колонны и двинулась через Францию на юг параллельными путями. Явно разозленной потерей Аквитании Джон Гонт написал Карлу Мудрому гневное письмо, в котором заявил «Не удивляйтесь, когда я предочинить зло вам и вашим подданным в отместку за лишение, которое я претерпел по вашей вине». Но несмотря на вызывающее поведение Гонта, Карл продолжал избегать генерального сражения с англичанами, позволяя своим командирам лишь беспокоить английские тылы и фуражерские части. Постепенно Великая Шиваше из славного и устрашающего предприятия начало превращаться в тяжелое испытание для английских солдат. Армия Гонта таяла день ото дня и с трудом выносила ежедневные налеты людей Дюгеклена. Повернуть на запад под Парижем, как это сделал Ноллес, у Гонта не получилось, и ему пришлось уходить дальше, вглубь французского королевства. У небольшого города Мулен Филипп Бургундский, Дюгеклен и Людовик Анжуйский готовились взять англичан в кольцо, и Гонту пришлось оставить позади весь обоз, чтобы избежать окружения. Однако самое тяжелое было еще впереди. Двигаясь по плато лимузен поздней осенью, солдаты Гонта оказались в одном из самых негостеприимных регионов Франции. Холодный и малонаселенный, это был край глухих лесов, где большая армия не имела даже шанса прокормиться. Дождь лил как из ведра, превращая дороги в болоты и наполняя питьевые ручьи грязью. Фураж стал невозможен. Солдатам строго запрещалось отходить от основных сил, а тех, кто этот приказ игнорировал, уничтожали люди коннетабля Франции. Путь, по которому следовала армия Гонта, устилали трупы истощенных лошадей и части доспехов, которые англичане бросали, чтобы облегчить поклажу. Потеряв тысячи людей, половину конского состава и так и не добившись решающего перевеса в компании, Джон Гонт к Рождеству привел своих измученных, голодных и оборванных солдат в Бордо. Здесь многие из уцелевших в походе стали жертвами нового всплеска черной смерти. Урожай в тот год оказался плохим и цены на продукты в городе выросли до астрономических значений. В последовавшие несколько недель даже богатым английским рыцарям приходилось просить милостыню на улицах Бордо. Великая шиваше Джона Гонта стала бесславным финалом 30-летних войн Эдуарда Третьего во Франции. В последующие годы англичане больше не предпримут крупных рейдов, что позволит Бертрану Дюгеклену завершить отвоевание Аквитании и даже установить власть Валуа в Центральной Гасконе. Окончательно выбить англичан из Франции у Карла все же не получится. Эдуард сохранит контроль над укрепленными прибрежными крепостями Байоной, Бордо, Брестом, Шербуром и Кале. И даже при всем при этом результат политики Карла Мудрого был налицо. Большую часть земель, потерянных по мирному договору в Бретеньи, удалось вернуть за 4 года. Внешне Франция выглядела даже лучше, чем накануне Столетней войны. Хотя вторая фаза Столетней войны будет тянуться до 1389 года, активность боевых действий в конце 70-х годов резко снизится. Прежде всего, на это повлиял уход ключевых политических фигур с обеих сторон. В 1376 году свою последнюю битву с болезнью проиграл Эдуард Черный Принц, так и не примеривший на себе корону Англии. Через год ушел из жизни его отец Эдуард Третий, в конце правления растерявший весь политический авторитет и любовь подданных. Вскоре перемены последовали и во Франции. В 1380 году скончались Карл Мудрый и его верный коннетабль Бертран Дюгеклен. Сильных правителей и умелых политиков на престоле сменили Ричард Второй, десятилетний сын Черного Принца, и Карл Шестой, двенадцатилетний сын Карла Пятого. Несовершеннолетние монархи сразу же попали под влияние своих дядь и опекунов, инсценировавших серию придворных интриг. Кроме политических причин, ведение боевых действий осложнилось еще и подъемом антифеодальных движений в Англии и Франции. В 1381 году Англия пережила свою собственную же Кирию масштабное крестьянское восстание под руководством Уотта Тайлера и Джона Бола. Одновременно волна восстаний прокатилась и по Франции. В 1382 году против центральной власти поднялись народные массы в Аверне и Лангедоке, а также городские низы в Париже, Руане и Амьене. Причины народных выступлений крылись в остром социально-экономическом кризисе, который Европа переживала в эти годы. Периодические вспышки черной смерти продолжали выкашивать население, падали цены на сельскохозяйственную продукцию, резко сократились рынки сбыта для ремесленных изделий и, наконец, усилился налоговый гнет и объемы феодальной эксплуатации. Все восстания были жестоко подавлены, однако английским и французским властям все же пришлось пойти на уменьшение налоговой нагрузки. Активному продолжению войны мешали еще и личные амбиции королевских родственников. В 1382 году у Людовика Анжуйского в воле случая появились права на Неаполитанское королевство. Масштабная военная компания Людовика в Италии была полностью оплачена из французской казны, однако закончилась неудачей. Через два года Людовик умер в Апулии. Филипп Храбрый, который остался фактическим хозяином Франции, без зазрения совести использовал мощь окрепшего государства в своих интересах. Поэтому, когда фламандские города во главе с Гентом подняли восстание, Филипп, опасаясь за свое наследство, потребовал у Королевского совета средств на дорогостоящую военную экспедицию. На этот раз французам сопутствовал успех. Без английской помощи фламандское ополчение было перебито в битве при Розебеке. Уже через три года Филипп смог официально присоединить Фландрию к своим владениям, заложив фундамент могущественного бургундского герцогства. Аналогичные процессы происходили и в Англии. Все 80-е годы Джон Гонт, дядя короля и самый могущественный феодал на острове, лоббировал в парламенте новую военную экспедицию на Пиренейский полуостров. Для этого у него были веские причины. Еще в 1371 году Джон женился на Констанции, дочери Педра Жестокова, что позволило ему претендовать на корону Кастиле. В 1386 году Гонт наконец добился у парламента финансовой поддержки и отплыл из Англии с пятитысячной армии. Первоначально кампания развивалась удачно, английскому герцогу покорились Ла Коруне и Сантьяго де Компостелло, однако начавшаяся войско эпидемия дизентерии, ненадежность португальских союзников и французская помощь кастильцам вынудили Гонта срочно сворачивать военные действия. В сентябре 1387 года Гонт покинул Кастилью и перебрался в Гасконь, тяжело переживая провал главной мечты в своей жизни. Неудивительно, что именно Джон Гонт и Филипп Храбрый стали ключевыми фигурами на длительных англо-французских мирных переговорах. Конференции начались в 1389 году в Леолингеме Блискале и продолжались до 1396 года, пока в Париже не было подписано окончательное перемирие, рассчитанное на 28 лет. Несмотря на то, что договор был скреплен подписями королей, он не разрешил ни одного спорного момента. Не был урегулирован вопрос об английских претензиях на корону Франции. То же самое касалось статуса Кале и английской Гасконне. Желание обеих сторон остановить кровопролитие в конце 90-х годов объяснялось лишь внутренней слабостью королевств. Стоило одному из них достаточно окрепнуть и огонь англо-французского конфликта разгорится с новой силой. Однако произойдет это уже в начале следующего пятнадцатого столетия. Друзья, если вам понравился этот документальный ролик, не забудьте поставить ему лайк, подписаться на канал и включить уведомления о новых публикациях. Теперь вы можете поддержать нас на Бусти, а также другими способами, указанными в описании. Большое спасибо за просмотр и удачи!